Добро пожаловать на подкаст лаборатории Губермана, где мы обсуждаем науку и научно обоснованные инструменты для повседневной жизни. Я Эндрю Губерман, и я профессор нейробиологии и офтальмологии в медицинской школе Стэнфорда. Сегодня я имею удовольствие представить вам доктора Анну Лембки. Доктор Лембки, психиатр и руководитель клиники двойной диагностики наркологии медицинской школы Стэнфордского университета. Она психиатр, которая лечит пациентов, борющихся с зависимостью. Она успешно лечила пациентов, страдающих наркоманией, алкогольной зависимостью и поведенческими зависимостями, такими как азартные игры и сексуальная зависимость, а также другими видами зависимости. На самом деле, во время нашей дискуссии я узнал, что существует огромный спектр видов поведения и веществ, которым люди могут пристраститься, и что существует общая биологическая основа всех этих пристрастий. Я также узнал, что существует общий путь к лечению и избавлению практически от всех зависимостей. Доктор Лембки объяснил мне это и объяснил, как думать и концептуализировать наши собственные пристрастия, а также пристрастия других людей, которые изо всех сил пытаются получить лечение, пройти курс лечения и оставаться трезвыми от своих пристрастий. В дополнение к лечению пациентов доктор Лембки является автором и был показан в документальном фильме Netflix 2020 года «Социальная дилемма». Я рад сообщить вам, что у нее выходит новая книга под названием «Нация дофамина. Поиск баланса в эпоху потворства своим желаниям». Книга выходит 24 августа и представляет собой абсолютно увлекательное чтение о зависимости и способах лечения различных видов зависимости. Я прочитал книгу «От корки до корки», и все, что я вам скажу, это то, что с самой первой главы и на протяжении всей книги вы будете совершенно потрясены. Истории о ее пациентах чрезвычайно увлекательны. Это показывает реальную борьбу с зависимостью и невероятные, я думаю справедливо будет сказать, героические битвы, в которых люди сражаются, чтобы избавиться от различного рода зависимостей. И все это переплетено с историей, с наукой таким образом, чтобы сделать ее очень доступной для любого человека, независимо от того, есть у вас научное образование или нет. Я не могу рекомендовать ее достаточно высоко. Так что повторяю, книга называется «Нация дофамина, обретающая равновесие в эпоху потворства своим желаниям». Она выходит 24 августа этого, 2021 года. И вы можете сделать предварительный заказ на эту книгу, зайдя на Amazon. Мы предоставим ссылку на нее в подписи к показу. Прежде чем мы начнем, я просто хочу упомянуть, что этот подкаст отделен от моих преподавательских и исследовательских обязанностей в Стэнфорде. Однако это часть моего желания и усилий донести до широкой общественности информацию о науке и связанных с наукой инструментах с нулевыми затратами. В соответствии с этой темой я хотел бы поблагодарить спонсоров сегодняшнего подкаста. Наш первый спонсор – Роука. Роука производит солнцезащитные очки и очки высочайшего качества. Компания, основанная двумя всеамериканскими пловцами из Стэнфорда. Все, что касается солнцезащитных очков и очков для глаз, которые производит Роука, было разработано с учетом производительности. Во-первых, они очень легкие. Вы даже не замечаете, что они у вас на лице. Во-вторых, даже если вы вспотеете, они не соскользнут. На самом деле, они были разработаны для того, чтобы носить их на работе или по дому, а также если вы бегаете или катаетесь на велосипеде, чтобы вы могли беспрепятственно переключаться между различными видами деятельности без необходимости менять солнцезащитные очки или очки. Кроме того, линзы разработаны с учетом научных знаний о зрительной системе. Я потратил свою карьеру, работая над наукой о зрительной системе. И я могу вам сказать, что нетривиально создать линзу, которая позволит вам видеть с идеальной четкостью, независимо от того, находитесь ли вы на ярком солнечном свете или нет, а затем переходите в тень. Но очки Роука позволяют вам это сделать. Вы всегда видите вещи с абсолютной ясностью. Еще одна потрясающая вещь в очках и солнцезащитных очках Роука — это эстетика. Многие так называемые солнцезащитные очки перформанс и очки на самом деле созданы не с лучшей эстетикой и делают людей похожими на киборгов. У Роука есть много разных стилей на выбор, но все эти стили относятся к тому типу, который вы могли бы надеть на ужин, на работу или при занятиях физической активностью. Если вы хотите попробовать очки Роука, вы можете зайти на сайт roka.roka.com и ввести код Губермана при оформлении заказа. И если вы это сделаете, вы получите скидку 20% на свой первый заказ. Сегодняшний подкаст также представлен нам InsightTrack. InsightTrack — это персонализированная платформа для питания, которая анализирует данные вашей крови и ДНК, чтобы помочь вам лучше понять свое тело и достичь своих целей в области здравоохранения. Я твердо верю в регулярную сдачу анализов крови. И я занимаюсь этим уже несколько лет по той простой причине, что большинство, если не все факторы, влияющие на ваше непосредственное и долгосрочное здоровье, могут быть детально проанализированы только с помощью качественного анализа крови. А теперь с появлением современных тестов ДНК, вы можете получить более глубокое представление о том, что происходит, так сказать, под капотом. Проблема с большим количеством анализов крови и ДНК, однако заключается в том, что вы возвращаете цифры. Вы возвращаете уровни различных веществ и выясняете, являются ли определенные показатели слишком высокими или слишком низкими или прямо в цель. Но нет никаких указаний о том, как двигать эти цифры в том направлении, в котором вы хотели бы, чтобы они двигались. В инсайдтреке у них есть панель мониторинга, которая делает все это очень простым. И эта панель мониторинга принимает ваши цифры и может помочь направить вас к конкретным факторам образа жизни, факторам питания, физическим упражнениям, добавкам и так далее. Это может помочь вам привести эти цифры в те диапазоны, которые подходят именно вам. Если вы хотите попробовать инсайдтрека, вы можете перейти на инсайдтрекер.ком слэш хуберман, и если вы это сделаете, то получите скидку 25% на любой из планов инсайдтрека. Просто используйте код Хуберман при оформлении заказа. Сегодняшний эпизод также представлен нам Headspace. Headspace это приложение для медитации, которое подкреплено 25 опубликованными экспертными исследованиями и имеет более 600 тысяч пятизвездочных отзывов. Я медитирую уже очень давно. Мне сейчас 45 лет, почти 46, и я начал медитировать, когда мне было около 15 лет. Проблема, однако, в том, чтобы продолжать практику медитации. Я сам испытал это. У меня были периоды времени, когда я регулярно медитировал, а затем периоды времени, когда я просто как бы съезжал с катушек и просто не делал этого вообще. Сейчас есть масса доказательств, доказательств из неврологии, доказательств из психологии, доказательств из областей биологии, посвященных стрессу и иммунной системе. Что практика медитации, когда она проводится регулярно полезна? Это чрезвычайно полезно для психического и физического здоровья, а также для таких вещей, как сосредоточенность и креативность. Однако вы должны практиковать медитацию, и поэтому если вы не делаете это регулярно, это серьезная проблема. И если вы делаете это регулярно, отлично. Имея свободное пространство, я нахожу, что могу очень легко придерживаться практики медитации. На самом деле именно поэтому я начал использовать его, и именно поэтому продолжаю использовать. Я стараюсь практиковать медитацию каждый день, но иногда для этого требуется, чтобы это была краткая медитативная практика. С Headspace у них есть огромный выбор различных медитаций разной продолжительности, и это действительно помогает в создании и поддержании этих мощных медитативных практик. Если вы хотите попробовать Headspace, вы можете пойти на headspace.com. И если вы это сделаете, вы получите бесплатную месячную пробную версию с полной библиотекой медитации Headspace. Это лучшее предложение, предлагаемое Headspace. По сути, вы получаете доступ ко всему, что у них есть, совершенно бесплатно, в течение месячной пробной версии. Так что если вы хотите попробовать это, зайдите на headspace.com. А теперь перейдем к моей дискуссии с доктором Анной Лемпки. Хорошо, здорово, что вы здесь. Спасибо, что пригласили меня. Я очень рада быть здесь. Да, у меня есть к вам много вопросов. Я и многие слушатели этого подкаста, одержимы дофамином, а что такое дофамин, как он работает. Мы все слышали, что дофамин – это молекула, связанная с удовольствием. Я думаю, что сейчас часто слышен термин «дофаминовые удары», например, я получаю дофаминовый удар от этого, от Инстаграм, или от лайков, или от похвалы, или от чего-то еще. Что такое дофамин и какие, возможно, есть вещи о дофамине, о которых большинство людей не знают. И, вероятно, я тоже этого не знаю. Итак, дофамин – это нейромедиатор, а нейромедиаторы – это те молекулы, которые соединяют разрыв между двумя нейронами. Таким образом, они, по сути, позволяют одному нейрону, пресинаптическому нейрону, взаимодействовать с постсинаптическим нейроном. Дофамин тесно связан не только с ощущением вознаграждения, но и с движением, что, на мой взгляд, действительно интересно. Потому что движение и вознаграждение взаимосвязаны, не так ли? Если вы подумаете о ранних людях, вам нужно было двигаться, чтобы найти воду, мясо, или что бы это ни было. И даже у самых примитивных организмов дофамин высвобождается, когда пища ощущается в окружающей среде. Например, Си-Элеганс – очень примитивный червь. Таким образом, дофамин – это действительно мощная, важная молекула в мозге, которая помогает нам испытывать удовольствие. Это не единственный нейромедиатор, участвующий в получении удовольствия, но он действительно очень важен. И если вы хотите подумать о чем-то, чего большинство людей не знают о дофамине, что, на мой взгляд, действительно интересно, так это о том, что мы всегда выделяем дофамин со своего рода тонизирующей базовой скоростью. И это действительно отклонение от этой базовой линии, а не как выброс дофамина в вакууме, который имеет значение. Итак, когда мы испытываем удовольствие, наш выброс дофамина превышает базовый уровень, и точно так же дофамин может опускаться ниже этого тонизирующего базового уровня. И тогда мы испытываем что-то вроде боли. Интересно, так справедливо ли будет сказать, что базовый уровень дофамина, как часто мы выделяем дофамин, в отсутствие каких-то, я не знаю, лекарств, пищи или опыта, просто сидя находясь, связано ли это с тем, насколько кто-то счастлив, его базовый уровень счастья или уровень йод-депрессии? Есть доказательства того, что люди, страдающие депрессией, действительно могут иметь более низкий тонизирующий уровень дофамина. Так что это действительно разумная мысль, и есть некоторые доказательства того, что это может быть правдой. Еще одна вещь, которую мы знаем, и это действительно то, о чем говорится в книге, заключается в том, что если мы хронически подвергаем себя воздействию веществ или поведению, которые постоянно выделяют большое количество дофамина, В нашем мозге есть путь вознаграждения, по которому мы можем изменить наш тонизирующий базовый уровень и фактически снизить его с течением времени, поскольку наш мозг пытается компенсировать весь этот дофамин, который на самом деле больше, чем мы должны были испытывать Интересно и то, так ли это, что наши базовые уровни дофамина задаются нашей генетикой и нашей наследственностью? Ну, я думаю, если вы думаете о чем-то вроде ранних стадий развития и младенчества, то, конечно, это правда. Вы вроде как родились, вероятно, с тем, что является вашим базовым уровнем, но, очевидно, ваш опыт может оказать огромное влияние на то, где в конечном счете находится ваш уровень дофамина. Так что если у кого-то характер постоянного волнения и предвкушения, или он легко возбуждается, я думаю о тех людях, которым вы говорите. Эй, не хотите ли вы проверить это новое заведение, где подают тако, и они отвечают, да, это было бы здорово. Он, а другие люди немного более циничны, их труднее сдвинуть с места, как моего бульдога Костелло. Очень, очень стабильный, низкий уровень дофамина с большими перегибами в его случае. Как вы думаете, это задано нашими родителями, и, очевидно, природа и воспитание взаимодействуют, но так ли это? Лежит ли дофамин в основе нашего темперамента? Я действительно не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос, но я скажу, что люди определенно рождаются с разными темпераментами. И эти темпераменты действительно влияют на их способность испытывать радость. И мы знаем это уже давно, и мы описываем это по-разному. Один из способов, которым мы описываем это в современную эпоху, это использовать психиатрическую терминологию. Например, у этого человека дистемический темперамент, или у этого человека хроническое тяжелое депрессивное расстройство. С точки зрения конкретного рассмотрения того, кто уязвим к зависимости, это интересная смесь. Потому что, когда вы смотрите на исследование факторов риска развития зависимости, то есть на то, какой темперамент человека делает его более уязвимым к зависимости, вы видите некоторые интересные результаты. Сначала вы видите, что люди, которые более импульсивны, более уязвимы к зависимости. Так что же такое импульсивность? Это означает, что вам трудно найти пространство между мыслью или желанием что-то сделать и фактическим выполнением этого. А люди, которым трудно найти там пространство, у которых есть мысль что-то сделать и которые просто делают это импульсивно, это люди, которые более уязвимы для зависимости. Интересно, могу ли я с точки зрения импульсивности сказать, что это что-то, что буквально относится к рефлексу испуга, Как я, например, как директор лаборатории, я знаком с тем, что хожу по своей лаборатории, и когда я решаю, решаю, что поговорю со своими людьми. Конечно, когда они стучат в мою дверь, я всегда думаю, подождите, почему меня беспокоят прямо сейчас. Хотя я и люблю с ними разговаривать. Но я время от времени хожу по своей лаборатории. И некоторых людей я замечаю, я спрашиваю, у вас есть минутка, и они медленно поворачиваются и говорят да или нет, в некоторых случаях. А другие люди подпрыгнут в тот момент, когда я произнесу решение. У них на самом деле есть что-то вроде усиленного рефлекса испуга. Это связано с импульсивностью, или вы имеете в виду попытку сдержать поведение, которое является очень преднамеренным в очень преднамеренных условиях? Да, так что я не думаю, что этот рефлекс испуга обязательно связан с импульсивностью. Это может быть связано с тревогой, поэтому у людей с высокой тревожностью, как правило, больше рефлекса испуга. Импульсивность – это немного другое. И, кстати, импульсивность – это не всегда плохо, верно? Импульсивность – это та вещь, когда не нужно много редактировать себя или беспокоиться о будущих последствиях. Вы знаете, у вас есть идея что-то сделать, и вы это делаете. И, конечно, мы можем представить себе множество сценариев, в которых это абсолютно замечательно. Вы знаете, между людьми может быть что-то вроде, скажем так, интимного взаимодействия, при котором вы бы на самом деле не хотели быть суперзаторможенным по этому поводу, не так ли? Вы бы хотели быть расторможенным и импульсивным. Я также могу представить себе что-то вроде сценарии в бою или бегства, например, сценарии сражений, верно, где действительно было бы хорошо быть импульсивным и просто стать носорогом. Где нерешительность может стоить вам жизни. Верно, да, именно так, именно так. Но я думаю, что это действительно поднимает вопрос. Во что я пришла к убеждению после 25 лет практики психиатрии? Так это то, что мы сейчас концептуализируем в нашей нынешней экосистеме как психическое заболевание. На самом деле это черты характера, которые в другой экосистеме могли бы быть очень выгодны. Прямо сейчас они просто невыгодны из-за мира, в котором мы живем. И я думаю, импульсивность потенциально является одной из них, не так ли? Ведь мы живем в таком мире, где нужно постоянно рационально думать о последствиях X, Y или Z. И это такая богатая сенсорными ощущениями среда, верно, что нас бомбардирует всеми этими возможностями, этими сенсорными возможностями. И мы должны постоянно проверять себя. Таким образом, импульсивность это то, что прямо сейчас может быть трудной чертой характера, но само по себе не является чем-то плохим. Я понимаю. И я начинаю понимать, что это тонкая грань между спонтанностью и импульсивностью. Да. Что такое удовольствие и как оно работает на биологическом уровне, и если это правильно, то на психологическом уровне. И если вы не возражаете, нарисуйте картину того, что вы наблюдали в своей клинике или в жизни, от чего люди могут стать зависимыми. Но для начала очень просто, что это за вещь, которую мы называем удовольствием? Ну, я думаю, что на самом деле очень трудно дать какое-либо краткое определение удовольствию. Потому что, конечно, есть поиск кайфа или эйфории, или, я думаю, такого рода переживаний, которые почти у любого ассоциировались бы со словом удовольствия. Но также поиск тех же самых веществ и моделей поведения часто является способом избежать боли. Например, когда я разговариваю с людьми, страдающими зависимостью, иногда их первоначальная попытка употребить наркотик заключается в том, чтобы получить удовольствие. Но очень часто это способ избежать их страданий, какими бы они ни были. И, конечно же, по мере того, как люди становятся зависимыми, даже те, кто изначально искал удовольствие, в конечном счете просто пытаются избежать боли от отмены или боли от последствий употребления наркотиков. Поэтому я думаю, что на самом деле очень трудно определить это как нечто единое. И это, конечно, не просто получение кайфа. Есть так много способов, которыми люди как бы хотят убежать. А это не то же самое, что своего рода гедонистическое, знаете ли, желание испытывать удовольствие. Чтобы кто-то мог решить, что он хочет выйти и потанцевать, или встать и потанцевать, потому что ему нравится танцевать. Я могу себе это представить. Но может быть им очень трудно оставаться на месте, например, когда зазвучит какая-то конкретная песня. Но стремление к тому, что мы бы назвали удовольствием, чтобы избавиться от боли, вызывает у меня в голове другую картину. Это вызывает картину кого-то, кто чувствует себя потерянным, подавленным или не в восторге. Я определенно хочу получить точное и общее описание зависимости и того, что это такое, но в нашем предыдущем разговоре вы сказали то, что действительно зазвенело у меня в голове. А именно, многие люди становятся зависимыми от чего-то. Давайте назовем их наркоманами, у них такое чувство, что нормальная жизнь недостаточно интересна. Что они ищут сверхнормальный опыт и что баланс повседневной рутины, который на самом деле содержится в названии в вашей книге «Нация дофамина». Нахождение баланса в эпоху потворства своим желаниям. Что само слово «баланс» иногда может быть немного оскорбительным термином для людей. И я поражен этой идеей, и причина, по которой я хочу ее изучить, заключается в том, что многое из того, что я вижу в интернете, связано с отсутствием равновесия, с постоянным наклоном вперед. Действительно упорно стремитесь к жизни, испытывайте жизнь, живите полноценной жизнью. Даже вступительная речь, произнесенная Стивом Джобсом в этом кампусе, на самом деле была о том, чтобы найти страсть копать глубже. Вы знаете, сейчас об этом так много говорится в повествовании. Так что, может быть, вы могли бы просто рассказать нам немного о вашем опыте с этой ассоциацией, если она действительно существует. Между ощущением людьми нормальности, или, может быть, даже того, насколько скучной может быть жизнь, и их склонностью становиться своего рода наркоманами. Да, я имею в виду, я думаю, что жизнь для людей всегда была тяжелой, но я думаю, что сейчас она стала беспрецедентно тяжелой. И я думаю, что жизнь сейчас действительно тяжелая потому, что на самом деле она действительно скучная. И причина, по которой она скучна, в том, что все наши потребности в выживании удовлетворены, верно? Я имею в виду, что нам даже не нужно покидать свои дома, чтобы удовлетворить все физические потребности. Вы знаете до тех пор, пока у вас определенный уровень финансового благополучия, о котором, честно говоря, вы знаете, мы так много говорим. Вы знаете о разрыве в доходах. И, конечно же, существует огромная пропасть между богатыми и бедными. Но этот разрыв меньше, чем когда-либо за всю историю человечества. Даже у беднейших из бедных больше избыточного дохода, чтобы тратить его на товары для отдыха, чем когда-либо прежде в истории человечества. Если вы посмотрите, например, на свободное время, то у людей без среднего образования свободного времени на 42% больше, чем у людей с высшим образованием. Итак, я хочу сказать, что жизнь сейчас тяжелая, в этом действительно странном смысле, в том смысле, что на самом деле нам нечего делать. Итак, мы все вынуждены что-то выдумывать, знаете ли, будь то быть ученым или врачом, или олимпийским спортсменом, или, знаете, восхождением на Эверест. И люди действительно различаются по своей потребности в трении. И некоторым людям нужно намного больше, чем другим. И если у них этого нет, они очень-очень несчастны. И я действительно думаю, что многие люди, которых я вижу с зависимостью и другими формами психических заболеваний, это люди, которым нужно больше трений. Как будто они несчастны, не обязательно потому, что у них что-то не так с мозгом, а потому, что их мозг не приспособлен к этому миру. А как вы думаете, есть ли у них такое чувство, что мой мозг не приспособлен к этому миру, или они просто чувствуют беспокойство и постоянно ищут стимуляции? Я думаю, что это правильно, да. Я думаю, что это не знание того, что со мной на самом деле не так. И почему я несчастна? Как я могу быть счастливее? И, конечно, когда вы говорите об этом, то, что сейчас так широко распространено в нашем повествовании, похоже на то, чтобы найти свою страсть, вы знаете найти свою. Вы знаете, из чего бы это ни было, чтобы спасти мир. И в каком-то смысле это хорошо, потому что у нас есть люди по всему миру, которые ищут. Но в некотором смысле это также может вести в заблуждение в том смысле, что я думаю, что люди не совсем осознают, что мир – это тяжелое место. И что жизнь тяжелая, и что, знаете, как будто мы все это выдумываем. Вы понимаете, что я имею в виду? Да. Ну, есть книга Кэлла Ньюпорта, я не знаю, знакомы ли вы с работами Кэлла Ньюпорта, но вы, ребята, очень симбиотичны в своих посланиях. Он профессор компьютерных наук в Джорджтауне. Да, в Джорджтауне. И несколько лет назад написал книгу, действительно опередившую свое время, под названием «Так хорошо, что они не могут вас игнорировать», в которой говорится о том, чтобы не медитировать и не делать много работы, чтобы попытаться понять, в чем заключается ваша страсть думы. Но лучше идите и приобретайте навыки, не так ли? И развивайте в себе чувство страсти к чему-то благодаря своему опыту тяжелой работы и получению лучшей обратной связи с конечными пользователями. Верно. Немного мышления о росте. Подумайте о нашей коллеге Кэрол Гейб. Но он продолжал писать книги «Глубокая работа», в которых все о том, чтобы отстраниться от технологий и заняться глубокой работой. Да, верно. И он был большим сторонником зла слишком частого переключения контекста в течение дня. Да, в основном ради повышения производительности. Его новая книга называется «Мир без электронной почты». Я начинаю понимать, цитируя эти книги и вашу книгу «Нация дофамина», «Нахождение баланса в эпоху потворства своим желаниям». Что, возможно, причина, по которой вы двое не знаете друг о друге, заключается в том, что ни один из вас не находится в социальных сетях. Да, это все. Верно. Вот и все. И все же вы двое из самых продуктивных людей, которых я знаю, включая продуктивных авторов. Так что это само по себе дискуссия. Но я нахожу это увлекательным. Так что давайте поговорим о балансе удовольствия и боли и зависимости. И я слышал, что вы уже использовали эти качели или шкалу баланса, верно. Аналогия раньше. И я думаю, что это замечательная аналогия, которая действительно прояснила для меня, что такое зависимость, по крайней мере, на механистическом уровне. Да. И при любом отклонении от нейтралитета мозг будет очень усердно работать, чтобы восстановить равновесие уровней, или то, что ученые называют гомеостазом. И то, как мозг это делает, заключается в том, что при любом раздражителе с одной стороны будет подсказка в равном и противоположном количестве с другой стороны. Это похоже на основные законы физики. Да, верно, верно. Мне нравится смотреть видео на YouTube. Когда я смотрю видео американского идола на YouTube, это склоняется в сторону удовольствия. А затем, когда я перестаю его смотреть, у меня происходит спад верно, то есть чаевые на равную, противоположную сумму с другой стороны. И это тот момент, когда я хочу посмотреть еще одно видео на YouTube, верно? Да, я просто хочу вмешаться. Итак, этот момент желания понаблюдать за другим, который ассоциируется с болью, я думаю, заключается в том, всегда ли мы осознаем, что это происходит. Потому что вы только что описали это очень осознанно. Верно. Но когда я предаюсь чему-то, что мне нравится, я обычно думаю о том, чтобы просто хотеть да-да. Больше этого. Я не думаю о боли, да. Я просто думаю о большем. Хорошо. Это действительно отличное замечание, потому что мы по большей части не знаем об этом. И это тоже рефлексивно. Так что это не то, что происходит сознательно или о чем мы осознаем. Если только мы действительно не начинаем обращать на это внимание. И когда мы начинаем обращать внимание, мы действительно можем очень хорошо осознать это в данный момент. Опять же, это похоже на отпадение. Вы находитесь в социальных сетях, и знаете, вы получаете хороший твит о чем-то, а затем вы не можете остановиться, потому что есть осознание. Скрытое осознание того, что как только я откажусь от этого поведения, я испытаю что-то вроде боли верно. Отпадение, отсутствие этого чувства, желание большего. И, конечно, один из способов борьбы с этим – делать это больше, правильно, и больше, и больше, и больше. Так что я думаю, что это действительно то, на что я хочу, чтобы люди настроились и узнали об этом. Потому что как только вы настроитесь на это, вы сможете увидеть многое. И затем, когда вы начинаете видеть это, у вас появляется понимание, если вы будете помнить о модели баланса. Я думаю, это дает людям своего рода способ представить, что они испытывают на нейробиологическом уровне, и понять это. И в этом понимании овладейте собой, в чем на самом деле все дело. Потому что в конечном счете нам действительно нужно отстраниться, не так ли? Мы не можем жить в этом пространстве все время, не так ли? У нас есть и другие дела, которые нам нужно сделать. И есть также серьезные последствия, которые возникают при попытке повторить, продолжить этот опыт или это чувство. Да, так что если я правильно понимаю, когда мы находим что-то или когда что-то находит нас, что нам нравится, что доставляет удовольствие. Социальные сети, еда, секс, азартные игры, что бы это ни было, и мы исследуем весь спектр этих. Когда мы ведем себя подобным образом, происходит некоторый выброс дофамина. И тогда вы говорите мне, что это происходит очень быстро, да. И под моим сознанием происходит откат шкалы назад, где удовольствие уменьшается за счет увеличения боли. Хорошо. И я уже слышал, как вы говорили, что механизм боли имеет некоторые конкурентные преимущества перед механизмами удовольствия, так что он не просто возвращает шкалу на прежний уровень. Он на самом деле приносит боль выше, чем удовольствие. Не могли бы вы рассказать нам об этом немного подробнее? Да, да. Итак, что же происходит опять же отличительной чертой любого вызывающего привыкания вещества или поведения, является то, что оно высвобождает много дофамина в нашем мозге по пути вознаграждения. Как будто брокколи просто не выделяет много дофамина, просто не выделяет, верно. Я пытаюсь представить, я собирался сказать, может быть, вы, и я остановил себя, потому что брокколи хороша, она может быть действительно вкусной, но брокколи никогда не бывает восхитительной. Хорошо. Брокколи никогда не бывает вкусной. Мы никогда не говорим. Я имею в виду, это самое вкусное брокколи. Честно говоря, мы, наверное, сможем найти кого-нибудь на планете, для кого брокколи это потрясающе. И, конечно, если я умираю с голоду, брокколи это потрясающе. Сытный рулет. Сытный рулет разбирается в растениях, и у него хорошее отношение с растениями. Рич, расскажите нам, как сделать брокколи потрясающим. Если бы кто-нибудь мог это сделать, это был бы речь. Да, да. Но что происходит сразу после того, как я делаю что-то действительно приятное и высвобождаю много дофамина? Опять же, мой мозг немедленно компенсирует это, снижая регуляцию моих собственных дофаминовых рецепторов, моей собственной передачи дофамина, чтобы компенсировать это хорошо. И это то, что приходит, или похмелье, это последействие, тот момент, когда хочется делать это еще больше. Теперь, если я просто подожду, пока это чувство пройдет, мой дофамин восстановит свою регуляцию, и я вернусь к своему исходному уровню хронических заболеваний. Но если я не буду ждать, и вот в чем действительно ключ, если я буду продолжать потакать себе снова, снова и снова, в конечном счете, у меня будет так много боли, верно, что я, по сути, настрою свой мозг на то, что мы называем ангидонией, или состояние отсутствия радости, которое является состоянием дефицита дофамина. Так что это действительно способ, которым боль может стать главной движущей силой, потому что я так много потворствовала этим видам поведения или веществам с высоким вознаграждением, что моему мозгу пришлось компенсировать это путем снижения уровня моего собственного дофамина. Такое, что даже когда я не принимаю этот препарат, я нахожусь в состоянии дефицита дофамина, что сродни клинической депрессии. У меня беспокойство, раздражительность, бессонница, дисфория, и много умственных забот о повторном употреблении или получении препарата. Вот в чем дело, есть одноразовое употребление, которое легко проходит, но это хроническое употребление, которое затем может действительно сбросить наши пороги дофамина. И тогда ничто не доставляет удовольствия, верно? Тогда все как бы меркнет по сравнению с этим препаратом, который я хочу продолжать принимать. И этим одним наркотиком мог быть человек, не так ли? Я имею в виду, я да. Я знаю людей в своей жизни, которые все еще говорят об этих отношениях, об этом человеке, который был просто замечательным, несмотря на все трудности, связанные с этим. Они почти как будто зависимы от повествования. Да, возможно, они были или все еще зависимы от этого человека. Так что это могло быть что угодно, видеоигры, секс, азартные игры, человек, повествование. Для меня, из-за того, как вы описываете этот механизм, этот баланс удовольствия и боли, все это говорит о своего рода обобщаемости наших мозговых схем. И это то, что очаровывает меня, и я знаю, что это очаровывает и вас, а именно то, что природа не создала 20 различных механизмов для 20 различных типов зависимости. Точно так же, как тревога, это пара основных наборов гормонов, нейромедиаторов и путей, и у одного человека она вызывается социальными взаимодействиями, взаимодействиями, у другого человека пауками. Но лежащие в основе реакции идентичны. Похоже, что и в случае зависимости могут быть какие-то нюансы, но это своего рода основной набор процессов. Так что на самом деле не имеет значения, азартные игры это или видеоигры, секс или рассказ о предыдущем любовнике или партнере, что угодно. В основе всего этого лежит один и тот же процесс привыкания. Это правильно? Да, именно так. И вот тут и появляется вся эта идея перекрестной зависимости. И так, как только вы пристрастились к какому-то веществу, серьезно пристрастились, это делает вас более уязвимым к пристрастию к любому веществу. А когда вы говорите сущность, делает ли то же самое то, что вы только что сказали, справедливое для поведения? Да, когда я использую слово наркотик, я действительно имею в виду вещества и поведение. Я говорю о таком поведении, как азартные игры, секс, порно. Игры, порно, безусловно, шопинг. Работа. Работа. Вы обвинили меня, я просто для протокола, Анна, доктор Лембке обвинил меня, а не обвинил, поставил мне диагноз вне клиники, в шутливой форме, в зависимости от работы. Вы, наверное, правы. Первые мысли, которые приходят мне в голову, когда я просыпаюсь, как правило, о работе. Конечно, в течение 50 миллисекунд, или около того после пробуждения. И, вероятно, последние мысли, которые у меня возникают. Я бы хотел надеяться не о работе, но да, я работаю постоянно. Я занимаюсь другими делами, но я должен активно отключать это. Да, совершенно верно. И вы, конечно, не одиноки в этом. И, конечно же, в Стэнфорде. Нет, нет, нет. А мы здесь в Силиконовой долине. Верно, это высоко вознаграждается. Верно. Вот такая зависимость. Это укоренилось в культуре. О, да, абсолютно. Абсолютно, да, да. И есть еще один город, по-моему, он называется Нью-Йорк, где, как я слышал, они тоже много работают, и это хорошо вознаграждается. Я однажды сказал, и я уверен, что я не первый человек, который это говорит, но я думал о зависимости, и я думал о лежащих в ее основе схемах. И я опубликовал кое-что в социальных сетях, в котором говорилось, что зависимость, это прогрессирующее сужение круга вещей, которые приносят вам удовольствие. Именно так я как бы выкристаллизовал литературу в своем сознании. А потом мы встретились, и вы, конечно же, пришли и прочитали эти удивительные лекции по курсу нейроанатомии для студентов-медиков, а остальное уже история. Но я также сделал своего рода зеркальное заявление по этому поводу, которое, признаю, было немного чрезмерным. И я сказал, что зависимость, это постепенное сужение того, что приносит вам удовольствие. И я сказал, осмелюсь ли я сказать, что просветление, это постепенное расширение того, что приносит вам удовольствие. Не то, чтобы кто-то знал, что такое просветление, но это была моя попытка немного подколоть тот факт, что никто не знает. Так почему бы и нет? Почему бы мне не дать нейробиологическое объяснение? Просто чтобы как бы попробовать воду. И у людей был разный уровень реакции, но я бы так и сделал. Причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что я бы предположил, что способность получать удовольствие от многих вещей была бы замечательным качеством. Вы знаете таких людей, которые могут испытывать удовольствие как от мелочей, так и от больших событий, не только от больших вех жизни, но и от тонких, как сказали бы йоги, едва уловимых волн жизни. Если такая способность существует, считаете ли вы, что это отражает здоровую дофаминовую систему, такую, которая может включаться и получать удовольствие, но затем отключаться? Это то, к чему мы должны стремиться? И чтобы подчеркнуть, я ничего не знаю о медитации просветления или о чем-либо подобном. Я просто использую это как возможность для исследования. Да, так что это отличный вопрос, и я понимаю его так. Так, к чему же нам следует стремиться, не так ли? Где нам следует обосноваться? И вы знаете, в своей книге я действительно рассматриваю людей, выздоравливающих от тяжелой зависимости, как своего рода современных пророков для всех нас. Потому что я действительно думаю, что люди, которые были зависимы, а затем начали выздоравливать, действительно обладают с трудом, обретенной мудростью, из которой мы все можем извлечь пользу. И мудрость, я думаю, в том, чтобы перегнать его вниз, я имею в виду, что это много чего. Но с точки зрения дофамина, мудрость в том, что существуют адаптивные способы получения вашего дофамина. И есть менее адаптивные способы. И в целом, вы могли бы описать адаптивные способы как не слишком мощные. Так что не склоняйте этот баланс слишком сильно или слишком быстро в сторону удовольствия. Так значит ли это, что я никогда не позволю себе быть абсолютно в полном блаженстве? Или это значит, что я не позволю себе оставаться в этом состоянии слишком долго? Последнее. Я думаю, последнее. Тогда это относится к темпераменту, так что я перейду ко второму. Итак, в общем, чего мы хотим, так это какой-то гибкости в этом балансе и способности легко восстановить гомеостаз. Мы не хотим нарушать наше равновесие, что возможно, если мы злоупотребляем в течение достаточного периода времени, и в конечном итоге баланс смещается в сторону боли. Этого состояния дефицита дофамина, о котором мы говорили. Нам нужен гибкий устойчивый баланс, не так ли, который может быть чувствителен к происходящему в окружающей среде, который может испытывать удовольствие и приближение, который может испытывать боли и отдачу, не так ли? Все это адаптивно, здорово, необходимо и хорошо. Мы бы никогда не хотели, чтобы баланс не нарушался. Верно. Это было бы катастрофой, мы не были бы людьми. И мы бы этого не хотели, это было бы очень-очень скучно. С другой стороны, люди, выздоравливающие от зависимости, говорят о том, что в какой-то степени им нужно научиться жить с тем, что большую часть времени становится немного скучно, не так ли? Поэтому старайтесь избегать некоторой части этой интенсивности, стремления к острым ощущениям и эскапизма, которые действительно лежат в основе аддиктивных тенденций. Извините, что прерываю, но когда вы говорите скучно, можем ли мы добавить напряженно и скучно? Да. Потому что бывают дни, когда я не такой, я один из тех людей, которым приходится напоминать себе получать удовольствие, да. Потому что я вроде как забыл, что означает этот термин. Потому что мне нравится думать, что я получаю много удовольствия от мелочей, но я довольно жесткий водитель. Гай. Мне нравятся цели, большие вехи и все такое прочее. Во всяком случае. Дело в том, что много дней мне не скучно думать, о мне нечего делать, но я как бы ошеломлен количеством вещей, которые на самом деле не доставляют удовольствия, которые я должен делать. Да, верно. Я не буду упоминать, что это такое, потому что я не хочу, чтобы мои коллеги были такими. Вот почему вы не отвечаете на электронные письма. Нет, только на вашу электронную почту. Не вашу, Анна, а я. В любом случае, так что тревога и скуха могут быть вместе, не так ли? Я прав? О, конечно. Я имею в виду, что на самом деле скука очень сильно провоцирует беспокойство. Хорошо. Приятно это знать, потому что я думаю, что люди слышат скуку и думают, о, здесь нечего делать. Хорошо. Там ничего нет. Я чувствую, что нам нужно многое сделать, просто на самом деле мы не хотим этого делать. Правильно, правильно. В отличие от того, что нам не терпится сделать. Хорошо, хорошо. Итак, мы переходим к некоторым основным вещам. Кроме того, ранее мы говорили о том, как найти свою страсть. Так что я попытаюсь связать все это воедино. Но в основном скука, прежде всего скука, это редкое переживание для современных людей, потому что мы постоянно отвлекаемся от настоящего момента. И у нас есть бесконечное количество способов сделать это, не так ли? Но сколько это действительно, я думаю, важный и необходимый опыт. Но это страшно, потому что, когда вы позволяете себе скучать, допустим, у вас был список всех вещей, которые вы ненавидите делать, но на самом деле вы все это сделали. Представьте себе это. И вы закончили свою готовящуюся книгу, и вы дали все свои интервью. Это может случиться, может ударить молнию. Верно. И вы выгуливали свою собаку, и убирались в своем доме, и ходили по магазинам. Представьте себе это на мгновение. Вы сидели бы у себя дома, и я предполагаю, что вы были бы в ужасе, потому что, вау, что же мне теперь делать, не так ли? На самом деле мне ничего не нужно делать. И это действительно очень страшно. Это может быть похоже на свободное падение. И все же это действительно важный и хороший опыт. И я думаю, что это опыт, из которого мы можем извлечь много творческой инициативы, но также действительно учитывать наши приоритеты и ценности. Хорошо, вот я и на планете Земля. Какого черта мне делать со своей жизнью? О чем я на самом деле забочусь? Как я на самом деле хочу проводить свое время, когда я не отвлекаюсь, чтобы его потратить? И тогда это возвращает нас к нашему разговору немного ранее о том, чтобы найти свою страсть. Поэтому я думаю, что одна из больших проблем сейчас, которая очень ошибочна в отношении, это идея найти свою страсть. Это почти то же самое, как если бы люди пытались вставить ключ в замок того, что предназначалось для них. Верно, и тогда все будет ощущаться как естественное развитие событий. Правильно, и тогда все будет замечательно. Я могу засвидетельствовать тот факт, что это не так работает ни в одном начинании. Да, верно. И что у вас будет все это или большой успех? И вот тут я действительно думаю, и кроется ответ. И я действительно-действительно в это верю. Перестаньте искать свою страсть, и вместо этого посмотрите вокруг прямо там, где вы находитесь. Перестаньте отвлекаться. Посмотрите вокруг прямо там, где вы находитесь, и посмотрите, что нужно сделать. Итак, не то, что я хочу сделать, а то, какую работу нужно выполнить. И что еще более важно, это не обязательно должна быть какая-то грандиозная работа. Например, нужно ли вывозить мусор, не так ли? Есть ли на лужайке вашего соседа какой-нибудь мусор, который кто-то туда бросил, который вы действительно могли бы наклониться, поднять и положить в мусорное ведро? Оглянитесь вокруг. Нужно сделать так много работы, которую никто не хочет делать. Это действительно очень важно, и если бы мы все это сделали, я действительно думаю, что мир стал бы намного лучше. И это то, что осознают люди, страдающие тяжелой зависимостью, которые выздоравливают. Они говорят, дело не во мне, не в моей воле и не в том, чего я собираюсь желать в своей жизни или в мире. Речь идет о том, чтобы посмотреть вокруг, что нужно сделать, какую работу я призвана выполнять в данный момент, что также невероятно освобождает, потому что мне не нужно искать идеальную вещь. Сейчас на молодых людях лежит большое бремя. Они должны найти эту идеальную вещь, и пока они не найдут эту идеальную вещь, они будут несчастны. Вы не должны этого делать. Посмотрите на жизнь, которую вам дали, посмотрите на окружающих вас людей, посмотрите на работу, которая вам представляется, и выполняйте эту работу просто и достойно. День за днем, со своего рода смирением. Я думаю, это действительно то, что меня так поражает в мудрости людей, выздоравливающих. В этом опыте есть невероятное осмирение. Вы чувствуете себя таким разбитым, вам так стыдно, но вы берете себя в руки день за днем и строите жизнь вокруг того, что я могу сделать прямо в этот момент. Что может принести пользу другому человеку, и тем самым принести пользу мне? Да, это действительно важный момент, и если вы не против, я бы хотел на самом деле остановиться на этом вопросе страсти, потому что я думаю, что дофаминовые системы, если я правильно их понимаю, дофаминовые системы сливаются с этой работой, на которую вы ссылаетесь, с этой непосредственностью вещей, взывающих к нам, например, выносить мусор, что, честно говоря, звучит очень скучно. Я ненавижу выносить мусор, но я это делаю, потому что мне нравится чистый дом, и мне нравится дом, в котором хорошо пахнет. Или, по крайней мере, не пахнет плохо. Итак, мы делаем эти вещи, и не то, чтобы мы хотели предложить какую-то большую морковку в результате этих действий. Но если я правильно понимаю, вы хотите сказать, что рассматривая свое непосредственное окружение, действуя в соответствии с этим непосредственным окружением, мы развиваем связь с этими цепями в нашем мозгу. О действии и вознаграждении, которые, по крайней мере, на мой взгляд, охватывают диапазон мелких вещей, приносящих вознаграждение, а затем ведут нас к более важным вещам, приносящим вознаграждение. Не похоже, что все, что мы собираемся делать, это выносить мусор и ухаживать за домом. В конце концов мы решимся на это, и в конце концов найдем карьеру и будем работать над этим. Но если я правильно понимаю, вы говорите о переходе к своего рода функциональному или адаптивному шагу действия, и это шаг действия, который в наши дни мы склонны упускать из виду. Потому что большая часть нашего мышления связана с вещами, которые действительно находятся за пределами нашей непосредственной реальности. Я правильно понял. Да, это было прекрасно сказано. И я бы просто добавила к этому, что я вижу много молодых людей, которые, например, проводят большую часть своего бодрствования за видеоиграми, и они приходят ко мне и говорят, что я встревожена и подавлена. Я специализируюсь в области компьютерных наук. Я ненавижу это, я думаю, мне это понравится. Вы знаете, если бы я только могла найти то, что мне действительно предназначено, моя жизнь была бы лучше. И мое первое вмешательство для многих-многих таких людей, которых я вижу в клинике, это то, что у вас все наоборот. Я говорю это не совсем так. Вы ждали, когда эта штука вытащит вас из мира видеоигр. И вы никогда ее не найдете, пока играете в видеоигры. Потому что видеоигры настолько сильно воздействуют на дофаминергию, что у вас возникает искаженное ощущение настоящего удовольствия и боли. И вы не сможете найти то, что вам нравится. И поэтому, конечно, вмешательство заключается в том, чтобы воздержаться от видеоигр, сбросить свои пути вознаграждения, начать с баланса уровней. И что неизменно происходит. И я только что видела это за 20 лет так много раз, что стала по-настоящему верить в это, внезапно я подумала, «О, вау, мой урок информатики в этой четверти интересный». Это похоже на то, что у вас есть восприимчивость к получению удовольствия и вознаграждения таким образом, которого у вас просто нет. Когда вы бомбардируете свои пути вознаграждения этими препаратами с высоким содержанием дофамина? Очень интересно. И просто для того, чтобы подчеркнуть эту идею о том, что стремление к сиюминутным вещам может привести к сверхэффективности. Возможно, я упоминал об этом ранее в этом эпизоде, но если я этого не сделал, то упомяну об этом сейчас, а именно, у меня есть большая привилегия иметь нескольких близких друзей, которые были в командах морских котиков и выполняли определенную работу с этими сообществами. И это замечательное сообщество по причинам, которые, я думаю, большинство людей не понимают. Люди думают, что видят изображение, как они таскают бревна по пляжу и все такое, взрывают вещи, все то, что доставляет удовольствие таким парням. Но у всех парней, которых я знаю, которые были в командах морских котиков, есть это чувство долга по отношению к сиюминутным вещам. Они просто держать дверь и делать. Помогать мыть посуду и передвигать вещи. Они постоянно сканируют окружающую среду в поисках того, что можно сделать. Ах, они по сути завоевывают каждую среду, в которой находятся. Они также являются одними из самых конкурентоспособных людей в мире, и они делают это, если только они не участвуют в боевых действиях, что является их настоящей работой. Они делают это в любой среде очень доброжелательно. И это замечательно, потому что это, я думаю, является частью того, для чего они выбраны. И там есть целый ассортимент. Но я думаю, что когда мы слышим о стремлении к сиюминутным вещам или об этой фразе, вы знаете, как вы делаете одно, так вы делаете все, что угодно. Это сложный вопрос для меня, потому что есть определенные вещи, которые я просто не очень хорошо делаю. Но должны ли мы всегда стараться? Я думаю, что стремление к тому, чтобы вплотную приблизить горизонт и следить за вещами в своем ближайшем окружении, я думаю, очень мощный, переводится да. Потому что, опять же, я думаю, что нервная система выполняет алгоритмы. В нем есть шаги к действию. Мозг эволюционирует не для того, чтобы делать что-то одно, но он эволюционирует для того, чтобы иметь возможность использовать один и тот же подход для выполнения множества разных вещей. Да. Я просто хочу добавить, так что даже сверх этого, потому что это полностью резонирует для меня и очень согласуется с людьми, выздоравливающими от зависимости, которые учатся принимать ее день за днем, что является одним из них. Стандартный жаргон анонимных алкоголиков и других 12-шаговых групп. Но я также думаю, что, как вы говорите, наш мозг действительно настроен на 24-м период. Мы не очень хороши в чем-то вроде 10 лет, 20. Я имею в виду, что у нас огромные лобные доли, и да, мы отличные планировщики, и мы можем это сделать, но если мы слишком много живем в этом пространстве, мы действительно можем стать очень тревожными, подавленными и потерянными, и либо потерпеть катастрофу, либо стать грандиозными. Но если вы можете сократить это до одного дня, то люди, занимающиеся восстановлением, говорят о том, что если я просто смогу сделать сегодняшний день правильно, то у меня получится цепочка дней, которые кажутся незначительными в их отдельных единицах. Но после шести месяцев или года или двух лет этих хороших дней, у меня есть два очень хороших года, верно? И я оглядываюсь назад и думаю, «О, вау, наверное, я все это сделала». Но я думаю, что это действительно один из ключей, действительно делать это день за днем, что ваши печати, а также эта связь с окружающей средой, не так ли? Поэтому будьте бодры и внимательны к своему окружению, соединяйтесь со своим окружением, а не пытайтесь убежать от него. И, конечно же, эскапизм — это то, чего мы все хотим и желаем, это переживание небытия. И мы получаем его из интернета, или от наркотиков, или от чего бы то ни было, но это главный приз, потому что в конечном счете это уводит вас все дальше и дальше от вашего непосредственного окружения, и именно там нам действительно нужно соединиться, чтобы получить это чувство обоснованности и подлинности, а также ощущение того, что мы находимся в нашей собственной жизни. Ну, я думаю, что единица измерения дня — это то, что всплывает снова и снова в моих дискуссиях с коллегами, которые чрезвычайно успешны и у которых также сбалансированная жизнь. Верно. Это действительно возникло в ходе дискуссии с Карлом Ди Сиротом, который также является успешным ученым и клиницистом, управляет семьей и так далее. Так что единица измерения дня, я думаю, является фундаментальной. И они складываются, как вы упомянули. В этом духе я слышал, как вы говорили, что для того, чтобы перезагрузить дофаминовую систему, по сути для того, чтобы избавиться от зависимости, чтобы избавиться от зависимости, 30 дней нулевого взаимодействия с этим веществом, этим человеком и так далее. Верно. Это правильно? Да, и 30 дней это, по моему клиническому опыту, среднее количество времени, необходимое мозгу для того, чтобы восстановить пути вознаграждения для передачи дофамина. Есть также немного научных данных, которые предполагают, что это правда. Некоторые исследования изображений показывают, что наш мозг все еще находится в состоянии дефицита дофамина через две недели после того, как мы начали принимать наш препарат. А затем исследования, проведенные Шукитом и Брауном, в котором приняли участие мужчины с депрессией, которые также были зависимы от алкоголя. Поместили их в больницу, где они не получали никакого лечения от депрессии, но в то время у них не было доступа к алкоголю. И через 4 недели 80% из них уже не соответствовали критериям тяжелой депрессии. Итак, еще раз, эта идея заключается в том, что лишая себя этого вещества или поведения с высоким содержанием дофамина. Мы позволяем нашему мозгу восстанавливать свой собственный дофамин, чтобы баланс действительно уравновесился. И тогда мы окажемся в таком месте, где сможем наслаждаться другими вещами. Так что прогрессирующее сужение справа. То, что приносит одно удовольствие, со временем расширяется. Поэтому я хотел бы расчленить эти 30 дней немного более мелко. И я также хочу рассмотреть вопрос о том, как можно перестать что-то делать в течение 30 дней, если это мысль. Так что мы как бы отложим это на время на полку. Так что дни с первого по десятые, я бы предположил, будут очень неудобными. Да, по сути, они будут отстойными, если быть совсем честным. Потому что то, как вы описали этот баланс удовольствия и боли, на мой взгляд, говорит о том, что если вы уберете то небольшое удовольствие, которое вы получаете, или большое удовольствие от участия в каком-то поведении, оно исчезнет. Система обезболивания действительно усилена. И ничто не заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я просто приведу себя в пример. Я еще не выздоравливаю, но эти 10 дней будут ужасными. Беспокойство, проблемы со сном, физическое возбуждение. Да, до такой степени, что, возможно, я импульсивен зол. Следует ли ожидать всего этого? Должны ли члены семьи людей ожидать всего этого? Да, и так, что я говорю пациентам, и это действительно важная часть этого вмешательства. Так это то, что вы почувствуете себя хуже, прежде чем почувствуете себя лучше. Как долго это продлится, вероятно, первый вопрос, который они задают, не так ли? Да, и я говорю, что обычно, по моему клиническому опыту, вы будете чувствовать себя хуже в течение двух недель. Но если вы сможете пережить эти первые две недели, солнце начнет выходить на третьей неделе. И к четвертой неделе большинство людей чувствуют себя намного лучше, чем до того, как перестали употреблять свои вещества. Так что да, вы должны это сделать, это тяжело. Как будто вы должны подписаться на это. И я скажу, очевидно, что есть люди с зависимостями, которые настолько серьезны, что до тех пор, пока у них есть доступ к своему наркотику или поведению, они не в состоянии остановить себя. И именно поэтому у нас, конечно, более высокий уровень медицинской помощи, стационарное лечение. Так что это вмешательство будет не для всех. Но удивительно, как много людей с действительно сильной зависимостью от таких вещей, как героин, кокаин. Вы знаете, очень сильная зависимость от порнографии. Я утверждаю это. Я делаю это в качестве эксперимента. Я сказала, знаете что, давайте попробуем этот эксперимент. Я всегда поражаюсь, во-первых, как много из них готовы на это. И во-вторых, как много из них на самом деле способны это сделать. Они способны это сделать. Так что этот небольшой толчок, это как раз то, что им нужно. А морковка в том, что, знаете ли, вас ждет лучшая жизнь, и вы сможете попробовать ее на вкус через месяц. Вы действительно сможете начать видеть, что можете чувствовать себя лучше, и что есть другой способ. То, как вы это описываете, кажется трудным, но это выполнимо для большинства людей, не для всех. Да, верно. И мы вернемся к той категории людей, которые не могут сделать это самостоятельно. Что же, тогда с 21 по 30 день люди чувствуют себя лучше. Солнце начинает сходить, как вы упомянули, что переводится в повествование, которое мы здесь создали, и подкрепляется биологией, что дофамин начинает выделяться в ответ на вкус действительно хорошей чашки кофе. Да, именно так. Например. Тогда, как раньше это было только для того, чтобы вставить аддиктивное поведение. Верно, именно так. Что бы это ни было. Конечно, кофе тоже может вызывать привыкание, но мы оставим это в стороне. Конечно, да. У меня такое чувство, что в кофе встроен своего рода механизм ограничения потребления, когда в какой-то момент вы просто не можете больше глотать. Да, но, может быть, это неправильно. Извините, что подбадриваю кофейнозависимых там, когда я сжимаю свою кружку. Итак, дни с 21 по 30. Я видел, как многие люди проходили через зависимости лечения от нее. На самом деле я провел много времени в тех местах, рассматривая их исследуя. У меня есть друзья в этом сообществе. Я близок с этим сообществом. Одну вещь я видел снова и снова, к сожалению, часто у одних и тех же людей, это то, что они трезвеют от чего бы то ни было, у них все отлично получается. У этих людей есть семьи. Это люди, от которых вы отбрасываете свой обычный образ наркомана и вставляете самого нормального, типичного, любого здорового человека, какого только можете себе представить. Потому что многие из этих людей, о которых вы не знали бы, были наркоманами. И вдруг вам звонят, такой-то снова в тюрьме. Жена такого-то собирается уйти от него, потому что он выпил две бутылки вина и принял ксанакс в семь часов ровно утра, врезался на своем грузовике в столб, у него двое прекрасных детей. Например, как это случилось снова. До такой степени, что к четвертому и пятому разу люди просто закончили. Я имею в виду, может быть люди, вы сможете уловить разочарование в моем голосе. Я имею дело с этим, с кем-то кто говорит. Я даже не знаю, хочу ли я помочь на этот раз. Это было так много раз, что я начинаю задаваться вопросом, не является ли этот человек просто наркоманом. Это просто своего рода то, что они делают и кто они такие. И вы никогда не захотите отказываться от людей, но я держусь за них. Но я скажу, что многие люди отказались от них. И поэтому я хотел бы поговорить в этом контексте о том, какие вещи помогают другим людям, которые, как мы знаем, страдают зависимостью. Что действительно помогает? Не то, что могло бы помочь, а то, что действительно помогает. А есть ли такие люди, для которых это безнадежно? Я имею в виду, я не люблю так вести разговор, но я не был бы близок к реальным данным, если бы не спрашивал. Это безнадежно, есть ли люди, которые просто не смогут отказаться от употребления психоактивных веществ или аддиктивного поведения. Несмотря на то, что я должен предположить, действительно хотят этого. Да, значит, есть люди, которые умрут от своей болезни зависимости, и я думаю, что концептуализация этого как болезни – полезная рамка. Есть и другие рамки, которые мы могли бы использовать. Но я действительно думаю, что, учитывая физиологические изменения мозга, которые происходят при длительном употреблении тяжелых наркотиков, и то, что, как мы знаем, происходит с мозгом, действительно разумно думать об этом как о заболевании мозга. И для меня это настоящее окно, скажем так, возможности получить доступ к моему состраданию, к людям, у которых повторные рецидивы. Даже когда их жизнь намного лучше, когда они выздоравливают. А да-да. Это же несложно, не так ли? Состоит в том, чтобы концептуализировать этот баланс и состояние дефицита дофамина, а также баланс, склоненный в сторону боли. И представьте себе, что для некоторых людей по прошествии месяца или шести месяцев, а может быть даже шести лет, их равновесие все еще склоняется в сторону боли. Что на каком-то уровне это равновесие утратило свою устойчивость и способность восстанавливать гомеостаз. Это почти похоже на то, что шарнир на этом балансе, да, испорчен. Именно так. И поэтому я имею в виду, для кого-то, кто никогда не испытывал зависимости, как вы, может быть один из способов осмыслить это так. Ну, я этого не говорил. Окей. Чтобы внести ясность, я имел в виду не себя, но я в этом примере, который я приводил, если бы это было так, я бы признался во всем. Я бы раскрыл это. Но я думаю, что особенно после прослушивания некоторых ваших лекций и описаний целого ряда вещей, вызывающих привыкание. Я думаю, что мне повезло, что у меня нет склонности к наркотикам или алкоголю. Хорошо, хорошо. В этом смысле мне повезло. Правильно, правильно. Честно говоря, если они уберут весь алкоголь с планеты, я просто почувствую облегчение, потому что мне его больше никто не предложит. Верно, верно. Так что не присылайте мне никакого алкоголя. Он мне не достанется. Правильно. Но у меня его нет, мне нравится думать, что у меня есть сострадание. Но у меня нет такого сочувствия, чтобы воспринимать действительно хорошую ситуацию. И то, что со стороны кажется правильным-правильным. Выбрасывайте это в мусорное ведро. Да, так что хорошо, позвольте мне. И это действительно, я думаю, важно, потому что я тоже должна была прийти к пониманию этого. И я чувствую, что за свои 20 лет наблюдения за этими пациентами у меня получилось. И, конечно же, зависимость – это болезнь широкого спектра, конечно. Верно. И поэтому у вас тяжелый конец. Представьте, что у вас зуд где-то на теле. Хорошо. И это было, я имею в виду, у нас у всех это было независимо от источника. Это был супер-супер зуд. Вы можете пойти на то, чтобы, знаете, если вы действительно сосредоточитесь, вы могли бы довольно долго не царапать его. Но в тот момент, когда вы перестанете сосредотачиваться на том, чтобы не царапать его, вы поцарапаете его. А может быть, вы сделали бы это, пока спали, не так ли? И именно это происходит с людьми с тяжелой зависимостью. Этот баланс, по сути, нарушен. Гомеостаз не восстанавливается, несмотря на длительное воздержание. Они живут с этим постоянным призраком этой тяги. Она никогда не проходит. Поэтому позвольте мне сказать, что есть много людей с зависимостью, для которых это действительно проходит. И у многих из них это проходит через 4 недели. Но в тяжелых случаях это всегда присутствует и затягивается. И это тот момент, когда они не сосредотачиваются на том, чтобы не употреблять. Это похоже на рефлекс. Они снова впадают в это. Это нецелесообразно. Это не потому, что они хотят получить кайф. Это не потому, что они ценят употребление наркотиков больше, чем свою семью. Ничего подобного. Дело в том, что на самом деле они не могут не делать этого, когда им предоставляется такая возможность. И в тот момент, когда они не думают об этом. В этом есть смысл? Это отличное описание. И на самом деле в этом описании я чувствую немного сочувствия, потому что так вы описали чесание во сне. Да. Вы знаете, я делал это с укусами комаров. И некоторые из них верно. Вы чешетесь, знаете, как будто просыпаетесь, почесываясь от укуса комара. И я также должен признать, что я испытал не то чувство, что хочу поднять трубку, потому что это так приятно, а просто обнаружил, что делаю это. Да, конечно, да. Как будто я не собираюсь использовать эту штуку. Я не собираюсь использовать эту штуку, а потом просто обнаружил, что делаю это, типа, что я здесь делаю. Да, верно, верно. Что-то вроде того, как я снова сюда попал. Да, верно. И я знаю достаточно о функциях мозга, чтобы понять, что у нас есть схемы, которые генерируют преднамеренное поведение. И у нас есть схемы, которые генерируют рефлексивное поведение. И одна из целей нервной системы состоит в том, чтобы сделать обдуманные действия рефлексивными, чтобы вам не пришлось принимать решения. Потому что принятие решений – это очень дорогостоящая вещь. Совершенно верно. Принятие решений любого рода. Верно, верно. Так что это действительно помогает. Я хочу просто попытаться сплести воедино эту дофаминовую головоломку, однако потому что если по неделям, то первая фаза этой 30- или 40-дневной детоксикации. Это похоже на дофаминовое голодание, верно. Правильно, хорошо. Первые 10 дней – это ужасно. В середине 10 дней облака рассеялись, возможно сквозь них пробиваются осколки солнечного света, а потом внезапно начинает выходить солнце, оно становится все ярче и ярче. Почему же тогда у людей случаются рецидивы не только после увольнения с работы или ухода супруга, но и тогда, когда дела идут действительно хорошо? Да, это такой бессознательный механизм. Потому что я видел это раньше. У них отличная победа, у меня есть друг, который действительно впечатляющий креативщик. Я не хочу раскрывать больше ничего. И у меня случился рецидив, когда я получил еще одну действительно потрясающую возможность творить для всего мира. И я подумал, как это может случиться, но теперь я начинаю задаваться вопросом, не был ли это дофамин, связанный с той победой, тем, что открыл кран в его дофаминовой системе, потому что это произошло на этапе действительно большого отрезка жизни. Да, верно. Да и так, вы подняли этот замечательный вопрос о триггерах, не так ли? А триггеры – это то, что заставляет нас хотеть вернуться к употреблению нашего препарата. И главное в триггерах, какими бы они ни были, это то, что они также выделяют немного дофамина, не так ли? И так, просто размышление о том, что является триггером, который мы ассоциируем с употреблением наркотиков, или просто размышление об употреблении наркотиков. Уже могут высвободить этот упреждающий дофамин, этот новый маленький мини-всплеск. Но вот то, что я считаю действительно захватывающим. За этим мини-всплеском следует мини-дефицитное состояние, так что оно идёт вверх, а затем не возвращается к исходному уровню, а опускается ниже базового тонизирующего уровня. И это жажда, не так ли? Так что за предвкушением сразу же следует желание получить наркотик. И именно это состояние дефицита дофамина стимулирует мотивацию пойти и получить наркотик. Так много людей говорят о дофамине на самом деле не как об удовольствии, а как о желании и о мотивации. И поэтому именно это состояние дефицита затем приводит к движению, чтобы получить его. А ранее вы описывали, что дофамин участвует в желании большего, давая ощущение награды, но также и движение. Верно. Я должен предположить, что эти вещи сплетены вместе, да-да. В нашей нервной системе для конкретного намерения, когда вы чувствуете что-то хорошее, тогда вы чувствуете боль. Да. Но может быть вы этого не замечаете. А потом в следующее мгновение, вы начинаете больше заниматься тем, что... И мне нравится, как вы употребляете слово «заплетено вместе», и это красиво. И позвольте мне также просто сказать кое-что, что я нахожу увлекательным в своей работе с пациентами, и я вижу это постоянно. Есть люди, для которых плохой жизненный опыт, потеря, вы знаете, в любой форме, стресс, в самых разных формах, это спусковой крючок. Но есть абсолютно люди, для которых спусковой крючок это то, что все идет хорошо. И то, что все идет хорошо, может быть похоже на награду за то, что все идет хорошо. Но очень часто это устранение состояния повышенной бдительности, необходимого для того, чтобы держать их использование под контролем. Так что это ощущение того, что я хочу отпраздновать, или я хочу, чтобы эта награда случилась, я хочу добавить туда еще больше награды. И это действительно очень интересно, потому что, когда люди приходят к осознанию того, что они наиболее уязвимы, когда дела идут хорошо, это действительно ценное понимание, потому что тогда они могут поставить некоторые вещи на свои места. Или ставьте барьеры, или ходите на новые собрания, или что бы они там ни делали, чтобы защитить себя. В этом плане у меня есть друг, который 40 лет был трезв, с самого раннего возраста страдал тяжелой наркотической и алкогольной зависимостью. Действительно впечатляющий человек, выполняет много важной работы в молодежном сообществе группы Риска на Гавайях. И он сказал мне кое-что, он сказал, как часто делают бывшие наркоманы, у них есть эти замечательные высказывания. Но я думаю, что это очень хорошо согласуется с тем, что вы описываете. Он сказал, что независимо от того, как далеко вы проехали, вы всегда находитесь на одном и том же расстоянии от кювета. И я сказал, что это немного угнетает. А он сказал, что нет, на самом деле это то, что дает мне покой. Да. Потому что в течение стольких лет рецидивов и рецидивов, выздоровления и рецидивов, он чувствовал, что это безнадежно. А затем каким-то образом осознал, что бдительность никогда не может исчезнуть, вместо того, чтобы заставить его чувствовать себя обремененным, да. Это заставило его почувствовать облегчение. Поэтому я часто думаю об этом утверждении, знаете, независимо от того, как далеко вы едете, вы всегда находитесь на одном и том же расстоянии от кювета. Потому что, по-моему, я концептуализирую это так, боже, это сложный способ ехать по дороге. Но на самом деле по дороге, где вы знаете, где находятся канавы, где вы знаете, где проходят полосы движения, на самом деле, это довольно приятная поездка. Это когда вы не знаете, где находится обочина, вам постоянно приходится оглядываться по сторонам. Вот так вот, мы сейчас говорим об аналогиях, образах и науке. Но я одна из вещей, которые я нахожу настолько невероятными в этом сообществе 12-тистчатых, а их множество, это сообщества, которые они создают для себя. И некоторые из этих высказываний, которые, как я верю, связаны с действительно основными биологическими механизмами. Да, да. Я действительно хочу спросить об этих общинах. У меня есть вопрос, который может показаться немного спорным. Отлично. То есть, возможно ли, что люди, которые были зависимы от наркотиков, алкоголя, азартных игр или какого-то другого поведения, становятся зависимыми от сообщества наркоманов? Потому что одна вещь, которую, как мне кажется, я наблюдаю снова и снова, заключается в том, что в мозгу человека есть какая-то схема, которая должна рассказать вам о сне, который они видели прошлой ночью по какой-то причине. Есть еще одна схема, которая заставляет людей будить вас, если они сами не могут заснуть. Я не знаю, что это за схема. Я шучу. Но, похоже, в мозгу наркоманов тоже есть схема, которую нужно обсуждать, и они хотят много говорить об их выздоровлении. И я упоминаю об этом не для того, чтобы подколоть их, а скорее наоборот, потому что я думаю, что одна вещь, которая бросает вызов, по крайней мере для меня, и наличие друзей, склонных к наркотической или алкогольной зависимости, не у всех из них. Но, конечно, у некоторых из них, когда они говорят о своем выздоровлении, мне кажется, что это все, о чем они говорят. Это встреча, та встреча, та встреча. Так что я действительно спрашиваю, можем ли мы пристраститься к трезвости? Хорошо. Итак, это отличный вопрос. И он связан с некоторыми другими вещами, о которых мы говорили, связанными с тем, где нам поселиться. Каково это жить между удовольствием и болью? И я ранее подразумевала, что в конечном счете мы хотим устойчивого баланса, чувствительного к удовольствию и боли, но способного легко восстановить гомеостаз после того, как мы потакаем себе, даже когда мы сильно потакаем себе. Но правда в том, что люди с тяжелой зависимостью, я полагаю, темпераментно стремятся к этим крайностям. И они настроены на такую интенсивность, которая представляет собой нечто большее, чем просто эти небольшие корректировки вокруг точки опоры, не так ли? Похоже, что они хотят больших взлетов и больших падений. Они скажут, что это отличная встреча. Да, верно, верно. Они скажут, что это была такая потрясающая встреча. Или они найдут группу, верно, да. Они найдут группу в определенном месте. Да, это почти внутренняя шутка в этих сообществах. Опять же, я не репортаж, я не говорю о друге в кавычках, это не мой репортаж. Они будут говорить о том, насколько привлекательны люди на данной встрече, или насколько они привязаны к людям на данной встрече. Правильно, правильно. Что сами встречи правильные? Становятся их собственной формой дофаминового удара. Да, да, да. И опять же, я не говорю пренебрежительно, я просто хочу это понять. Верно, так что да. Поэтому часто пациенты говорят мне, «Ой, я не хочу идти в АА, это культура». И я отвечаю на это так, потому что это культ, именно поэтому это работает хорошо. Потому что да, для вас гораздо лучше быть зависимым от АА и от выздоровления, чем почти от любой другой зависимости, о которой я могла подумать. И мы знаем из работ Роба Маленки, который работает здесь, в Стэнфорде, что окситоцин, вы знаете, это гормон, который участвует в создании человеческих пар, отношениях и любви. И он напрямую связан с дофаминовыми нейронами и вызывает высвобождение дофамина. Так что да, когда мы общаемся с другими людьми, особенно каким-то трансцендентным духовным способом, это огромный удар по дофамину. И это действительно заменяет дофамин, который люди получают от наркотиков. А для людей с таким аддиктивным темпераментом он нужен на более интенсивном уровне. Они, как правило, не будут удовлетворены чем-то вроде знакомства, не так ли? Они хотят той интенсивности близости, которую вы испытываете с людьми, когда подвергаетесь катарсическому воздействию, бородавке и все такое. Так что да, люди могут пристраститься к выздоровлению, и это хорошо для них. Дерзайте. И, конечно, это может быть разрушительно для дружбы и отношений, когда один человек не выздоравливает. Как будто вы ходите на так много встреч. Вы всегда говорите о выздоровлении, но знаете что, это гораздо лучше, чем быть в состоянии алкогольного опьянения, не так ли? Я имею в виду, что хотя вы можете устать от того, что ваши друзья постоянно рассказывают о своих встречах, я уверена, что вы предпочли бы, чтобы они это делали. Чем знаете ли быть в их зависимости? Абсолютно верно. И это уже второй раз, когда вы делаете это в ходе этой дискуссии, но теперь я испытываю сочувствие, потому что то, как вы описываете их энтузиазм по поводу встреч, да, вероятно, это то, как люди относятся ко мне и к работе. Да, правильно. В области неврологии. Да, я имею в виду, что я встаю перед классом из восьми лет и рассказываю о том, что прочитал за выходные. Теперь у меня просто случайно появилась такая штука, которая называется подкаст. Верно. Я занимаюсь этим с тех пор, как был маленьким. И это раздражает многих людей, не так ли? Я научился немного подавлять это. Некоторым людям это нравится, но я подшучиваю над собой просто для того, чтобы сказать, что теперь я могу понять, как я отношусь к отчетам о еще одной удивительной встрече или или потому, что это происходит в другой форме. Но есть некоторые люди, для которых они просто обожают интенсивные переживания. Да. Они всегда пытаются затащить меня на Бали, потому что они все время говорят о том, как это чувственно. Я уверен, что Бали прекрасен. Но это все равно, что искать Бернинг Мэн круглый год. Верно. Я никогда не был в Бернинг Мэн, нет никакого желания идти в Бернинг Мэн. Но внутри Академии я имею в виду, если бы я просто посмотрел в зеркало на себя, внутри Академии или здесь, в Силиконовой долине, на работу и на право. Стремление к большему успеху, даже если деньги как бы отделены от этого. Иногда это так, а иногда и нет. Академическая работа – это стремление к знанию. Мне кажется, это один и тот же механизм. На самом деле, мне кажется, что это очень похоже на один и тот же механизм. Итак, Эндрю, вот что я в вас люблю. Во-первых, вы готовы привнести в этот разговор свои собственные недостатки и слабости. Ну, они же везде. Ну, знаете, что это замечательно. И тогда вы действительно открыты, любопытны и хотите понять. Потому что я не могу сказать вам, скольких людей я встречала, которые действительно рассматривают зависимость как своего рода инаковость. Но правда в том, что мы все подвержены зависимости. И если вы еще независимы, то это просто не за горами. Вы понимаете, что я имею в виду. Особенно с учетом невероятного изобилия новых наркотиков и моделей поведения, которые появились на рынке. Мне нравится, что вы готовы уделить минутку и действительно попытаться понять это, потому что мы все можем это понять. И вы связываете это со своей, по сути, вашей зависимостью от работы. Это правильно и уместно. Вы просто случайно пристрастились к чему-то, что действительно вознаграждается обществом. Вы знаете, вы поняли это в раннем возрасте. О, когда я делаю x, y, z. Все эти люди идут посмотреть на этого умного ребенка, или что бы это ни было. Что касается меня, то это заставило меня чувствовать себя в безопасности. Хорошо. Я почувствовал себя так. Да, я просто почувствовал себя так, и я делаю паузу, потому что это похоже на покой. Я такой, ах, я могу расслабиться на мгновение. Когда вы говорите о неврологии. Или просто когда я чувствую, что нахожусь на правильном пути. Да, хорошо. И я на что-то наткнулся. Или если я вижу что-то, что меня волнует, верно. Я такой, я чувствую себя наполненным. Это должно быть дофамином. Да, я чувствую себя переполненным удовольствием, буквально с головы до ног. Верно, да. И тогда моя следующая мысль, нечто большее. Это правда, вы настоящий наркоман. Хорошо, спасибо вам. Вы и есть наркоман. Вы и есть наркоман. Но вы только что получили по-настоящему. Я думаю, спасибо вам. Вам действительно повезло с тем фактом, что то, к чему вас тянет, по сути является адаптивным. И тогда ваша задача будет заключаться в том, чтобы ваша жизнь не слишком выходила из равновесия в том смысле, что вы работаете 24 дробь 7. Вы не останавливаетесь и не занимаетесь какими-то другими вещами, или не думаете о них, а моя жизнь по общему признанию несколько асимметрична. Я имею в виду, что у него есть и другие компоненты физического здоровья и так далее, но он несколько асимметричен. Именно поэтому у меня есть собака. Хотя я очень много о нем говорю. Но собака хороша тем, что выводит вас из себя и немного отвлекает от работы. Но опять же, вы знаете, я думаю, что ключ здесь для людей, которые чувствуют, что у них нет зависимости, они никогда не испытывали зависимости. Или они не знают никого с зависимостью, или если они знают, они не понимают этого, просто подумайте об этом. Это самое важное, что вы делаете в своей жизни, что доставляет вам удовольствие, смысл и цель. А затем представьте, что вы не смогли бы этого сделать. О да, давайте не будем об этом говорить. Хорошо. Что же, я ценю ваши отзывы, и вы можете прислать мне счет в конце. Какая самая нелепо звучащая зависимость, которую вы когда-либо видели, на самом деле была настоящей зависимостью в этом роде? Потому что я думаю, что мы все знаем стандартный героин таблетки. Вы были очень, я должен отметить, потому что это важно, вашей предыдущей книгой. И мы также предоставим ссылку на нее, посвященную эпиоидному кризису и тому, что мы считали лекарствами. Это оказалось так же плохо, если не хуже, чем многие так называемые уличные наркотики. Так мы их понимаем. Азартные игры, сексуальная зависимость, порнозависимость. Теперь видеоигры. Мы поговорим о социальных сетях немного подробнее. Но что больше всего похоже на вау. Я и не подозревал, что люди могут пристраститься к этому. Воды. Неужели? Правда. Итак, у меня была очень милая пациентка, у которой была тяжелая алкогольная зависимость, и она выздоравливала от своей алкогольной зависимости в течение многих лет. Но у нее было что-то вроде полидепсии или позыва много пить. И поэтому она пила много воды, и постепенно, со временем, она поняла, что если она будет пить достаточно воды, у нее может развиться гипонатриемия и бред, и она будет не в себе. Вы же можете умереть от этого, не так ли? Не так ли? То есть она просто хотела быть не в себе. И поэтому она периодически намеренно принимала передозировку воды, для того, чтобы я знала, это было так грустно, так грустно. Что с ней случилось? В конце концов, она покончила с собой. Вау! Да, это было действительно так. Это жестоко. Она была прекрасной женщиной. Она была такой яркой. У нее было так много интересов и страстей, и, конечно, было очень грустно, когда она умерла. Но это было потрясающе для меня. Это было похоже на Вау. Если у вас такая болезнь, как зависимость, вы можете даже пристраститься к воде. Вау! И я думаю, что это просто подчеркивает обобщаемость схем. Хорошо. У нее нет мозговой цепи, отвечающей за пристрастие к воде, которое у нее было. Есть мозговая цепь, отвечающая за удовольствие, боль и зависимость, и вода подключена к этой цепи. Правильно, правильно. Вау! Это интенсивно. В вашей книге «Нация дофамина» вы также описываете несколько удивительных путей к выздоровлению. Люди, которые вы знаете, прочитав ее, я бы, я не буду говорить, какие именно и кто, потому что в книге тоже есть несколько замечательных сюрпризов, как трагических, так и триумфальных, как говорится. Вы часто называли своих пациентов своими героями. Да. Да, расскажите нам об этом немного подробнее. Вы знаете, когда вы думаете о том, как трудно отказаться от наркотика или поведения, к которому вы пристрастились, сколько для этого требуется мужества, силы, духа и дисциплины. И придерживаться их, эти люди действительно удивительные люди. Я имею в виду, что я не знаю, смогла бы я сделать то, что они делают. И, например, мы немного поговорили о постоянном вездесущем желании употребить, даже после длительных периодов воздержания у некоторых людей. Это действительно очень тяжело. И, конечно же, тогда вы удваиваете стыд, который они испытывают из-за этого побуждения, даже когда их жизнь намного лучше. Я имею в виду, что эти люди действительно замечательные. И вы берете их замечательные достижения, а затем представляете себе мир, в котором мы сейчас живем, где нас постоянно приглашают, соблазняют и действительно бомбардируют возможностями стать зависимыми, это все равно, что чувствовать зуд повсюду. О, да, я имею в виду, что вы не можете избежать этого. Вы знаете, вы не можете избежать этого. Что вы получите электронное письмо в свой почтовый ящик с приглашением сделать X, Y или Z. И если вы зависимы от этой штуки, попробуйте, например, удалить все свои приложения и не заходить сюда. Внезапно в вашем рабочем почтовом ящике вы получаете эти изображения, скажем так. Очень, очень, очень тяжело. И все же эти люди находят способ это сделать. Я думаю, это абсолютно удивительно. И они действительно мудрые люди. У них так много мудрости, которую они могут предложить. Они многому меня научили. Вы знаете, как я рассказываю в своей книге? У меня есть свои пристрастия. И я действительно просто вырвала страницу прямо из них. Я была в порядке. Что мне теперь делать? Хорошо, что сделал этот пациент. Что он сделал? Хорошо, я попробую это сделать. Это удивительное сообщество, да. Людей, они очень мудрые. Я хотел просто коснуться того, о чем вы упомянули, и это позор. Да. Вы знаете, что не можете пойти навстречу или поговорить с наркоманами, не обнаружив или не услышав о лжи, позоре и так далее. Я слышал, как вы недавно сказали в интервью с кем-то другим, что правдивость и секреты – это своего рода основа выздоровления. И да, расскажите нам об этом поподробнее. Да. Итак, одна из вещей, которую я нашла действительно увлекательной в работе с выздоравливающими людьми, заключалась в том, что говорить правду даже о мельчайших деталях их жизни было главным для их выздоровления. И мне стало действительно любопытно по этому поводу. Например, почему так важно говорить правду. И, конечно, есть очевидная вещь. Когда люди находятся в состоянии зависимости, они лгут о том, что употребляют наркотики. Поэтому часть выздоровления состоит в том, чтобы перестать лгать людям, о которых они заботятся, об их употреблении. Но на самом деле это нечто большее, потому что люди, проходящие курс выздоровления, научили меня тому, что это даже не просто не врать об употреблении наркотиков. Я не должна ни в чем лгать. Я не могу лгать о том, почему я опоздала на работу сегодня утром, что мы все делаем. О, я попала в пробку. Нет, я не попала в пробку. Я хотела потратить еще две минуты на чтение газеты и попивание кофе, верно? Или просто валяться без дела. Я не знаю, где я обедала. Типа так у людей с зависимостью войдет привычка лгать, когда они врут о случайных вещах, потому что у них вроде как вошло в привычку лгать. И о том, что выздоровление на самом деле заключается в том, чтобы говорить правду во всех отношениях. И поэтому одна из вещей, с которой я получила массу удовольствия при написании книги, это своего рода изучение нейробиологии, объясняющее, почему говорить правду важно для сбалансированной жизни. И мы знаем, что каждая религия, начиная с незапамятных времен, направлена на то, чтобы говорить правду. Но почему же, не так ли? И за этим стоит действительно интересная нейробиология, которая предполагает, что когда мы говорим правду, мы фактически потенциально укрепляем наши префронтальные кортикальные цепи и их связи с нашим лимбическим мозгом и нашим мозгом вознаграждения. И, конечно же, это те цепи, которые отключаются, когда мы находимся в состоянии зависимости, не так ли? Наш баланс в нашем пути вознаграждения, наш лимбический мозг, наш эмоциональный мозг делает одно, и наши корковые цепи полностью отключены от этого, игнорируя происходящее. Что легко сделать, потому что это рефлексивно. Нам не нужно думать об этом балансе, чтобы он был достигнут. Но мы должны повторно задействовать эти цепи, предвидеть будущие последствия, продумать напиток. Вы знаете не только то, как я буду чувствовать себя сейчас, если я употреблю, но и то, как я буду чувствовать себя завтра или через шесть месяцев. И что говорить правду, это на самом деле способ сделать это, сделать эти связи более прочными. И там я рассказываю о некоторых исследованиях в своей книге, которые как бы косвенно показывают это. Так что я нахожу это действительно захватывающим. Плюс просто то, что открытость и честность с людьми действительно создают очень интимные связи. А эти интимные связи вырабатывают дофамин. Итак, мы немного поговорили о том, как вы знаете кучу людей, которым нужна такая же интенсивность в их жизни. Что касается меня, то мне нужно много интенсивности в моих человеческих связях. Как будто я действительно не заинтересована в случайных взаимодействиях, мне скучно и я беспокоюсь из-за них. Но вы знаете, такая дискуссия с вами, очень интенсивная, также интимная и раскрывающая себя, очень полезна для меня. Так что это важный источник дофамина. Слава богу, я стала психиатром. Да, безусловно. Как будто я не могу раскрывать все свои данные, но я достаточно прозрачна со своими пациентами, что немного неортодоксально. Но когда я думаю, что это правильно, я также прозрачна с ними. Так что это тоже источник дофамина, когда мы честны и раскрываем информацию. Вы думаете, что люди убегут от вас, если вы расскажете им обо всех ваших странных неврозах, но на самом деле они этого не делают. Они такие. Слава богу, я не одна такая, верно. Что мне нравится, так это то, что мне многое нравится в вашей книге. Я прочитал ее одним махом. О, спасибо вам. И я подумал, вау. Я был приятно удивлен, но я подумал, вау, она действительно раскрывается в этой книге с самого начала. И я не хочу этого выдавать, но это да, вы очень открыты там, где это уместно. И еще я думаю, что этот вопрос о том, чтобы говорить правду, я всегда думаю о том, чтобы говорить правду, быть на сто процентов правдивым. Но есть также такой элемент, как сообщаете ли вы о предыдущей лже, верно? А как насчет предыдущего поведения? И я очарован этим, потому что для меня говорить правду имеет много граней, но три стороны этой вещи, на мой взгляд, заключаются в том, чтобы точно сообщать обо всем. Другая, что вы утаиваете, что вы не утаиваете, верно? Потому что некоторые люди говорят, говорите правду или, по крайней мере, не лжете. Это своего рода упущение, не так ли? Да, значит, ложь о недомолвках. Ложь о недомолвках. И еще есть то, что я должен предположить для большинства людей, это от небольшой до огромной партии вещей, о которых они лгали в прошлом, которые все еще пронизывают будущее. Верно. Так, насколько же это важно для наркомана, да и для каждого человека на самом деле? Ведь похоже, что развитие связей между префронтальной корой и дофаминовой системой было бы здорово для любого, поскольку мы все наркоманы, правильно. Каждый должен это делать. Но если говорить серьезно, то это звучит хорошо для всех. Сколько работы нужно проделать со всеми судимостями, со всеми вещами, которые мы спрятали? Я имею в виду не себя, а все то, что спрятали все остальные. Да, и так, шаги из 12 шагов анонимных алкоголиков, многие из этих шагов посвящены именно этому. Прошлым и способом, которыми мы причиняли вред людям в прошлом. И четвертый шаг заключается в том, чтобы загладить свою вину, признав, каким образом мы причинили вред другим. И это действительно большая часть восстановления. И так, вы знаете, как это важно, поэтому для людей, страдающих зависимостью, очень-очень важно вернуться назад и загладить свою вину. И знаете, ключевая идея здесь в том, что вы просто возвращаетесь и извиняетесь, знаете ли, и вам не нужно получать какой-то конкретный ответ, или вам не нужно прощать. Сам акт извинения за то, как мы причинили вред или солгали людям в прошлом, является очищающим и обновляющим и позволяет нам как бы сбросить эту кожу, стать новыми в нашей жизни и начать все сначала. Я вроде как отпущена, так сказать, за прошлые грехи. Так что это действительно важно. Вы знаете, бывают ли ситуации, когда это может быть не очень хорошая идея из-за этого человека или характера? Конечно, вы знаете, они всегда будут. Это не обязательно должно быть похоже на то, что это не так. Мы говорим о том, что не похоже на идею Канта о том, что я никогда не буду лгать. Грабители в вашем доме. Вы безбилетник. Вы не можете лгать даже об этом. Это похоже на нет. Вероятно, бывают ситуации, когда это абсолютно необходимо. Ради безопасности других людей, верно. И безопасности детей, конечно. Верно, я имею в виду, что есть миллион сценариев. Но в целом, когда мы подводим итоги, потому что я не знаю, как вы, но у меня много сожалений и чувства вины по поводу многих вещей в моей жизни. И они как бы преследуют меня. Это значит, что мне будут сниться кошмары, верно? И я думаю, что это верно для большинства людей. Я имею в виду, что иногда я встречаю кого-то, кто говорит, я ни о чем не жалею в своей жизни. Я такая, вау. Как будто я вообще не могу к этому относиться. Итак, вы знаете, эта идея похожа на катарсис. И ну, я имею в виду, что в 12 шагах вы рассказываете Богу или своей высшей силе. Рассказываете другому человеку о том, как вы причинили зло другим, учитывая ваши собственные недостатки характера и то, как они повлияли на вас. Для меня это действительно важная часть, и то, чего мы недостаточно делаем в нашей нынешней культуре. Особенно в психиатрии, честно говоря, где очень много людей вечно сопереживают пациентам, но не так уж много любят, когда все идет хорошо. Знаете, на самом деле вы все испортили. Или как будто это действительно плохо на вас подействовало. И в своей работе я не обязательно использую этот язык. Но пациенты могут сказать так, как будто я действительно плохо себя чувствую по этому поводу. Я отвечу, да, я понимаю. Я понимаю, что вы чувствуете. Ну что же чувство вины, это правильно. Для этого тоже есть схема. Верно, и это важно, верно. И это также важно для выздоровления и для того, чтобы не стать зависимым. Испытывая определенное количество соответствующего стыда за то, что мы сделали. И вы знаете, чувствуя боль, которая приходит вместе со стыдом. Что является невероятно болезненной эмоцией, не так ли? И я думаю, что это может быть то, чего мы все стараемся избегать больше, чем чего-либо другого. Похоже на тот стыд, когда нас не любят, не принимают или не прославляют. Или то, что мы сделали, действительно подло. Верно, это действительно, да, как будто, о боже мой, я сделала эту ужасную вещь. Верно, верно. Я имею в виду, что я совершила ужасные поступки, но я не вернулась и не сказала, что совершила этот ужасный поступок. Но я, может быть, попыталась заплатить вперед. Как я уже говорила своим детям, вы знаете, когда я была моложе, я совершила эту ужасную вещь, и это до сих пор преследует меня. Так что, если у вас когда-нибудь возникнет искушение сделать что-то подобное тому, что сделала я, вы можете подумать о моей ситуации. Значит, какой-то способ. Но я думаю, что бороться с этим важно. Я думаю, что это действительно важный элемент всего этого. И это не так. Мне нравится, что в области неврологии изучается правдивость, да. И ценность правдивости. Да, я думаю, что если бы я предсказал новую и действительно захватывающую область, которой люди будут действительно интересоваться, в этой огромной сфере, которую мы называем неврологией, я надеюсь, что они продолжат работать больше. Кроме того, я так рад слышать, что это происходит здесь, в Стэнфорде. Нет литературы, которую я просматриваю. Это не работа в Стэнфорде, но работа есть. Здорово. Это могут быть люди в Стэнфорде. Здорово, независимо от того, где это происходит. Побольше этого и всего остального, пожалуйста. Я хочу спросить вас об использовании наркотиков для лечения наркомании. В наши дни растет интерес или по крайней мере дискуссия об Ибагаине. Люди падают духом, уезжают из страны, потому что я думаю, что это все еще незаконно здесь. Или здесь незаконно выезжать из страны, чтобы я не знаю, либо вводить это, либо курить, или чтобы это не было. Или люди едут и употребляют дайхуаску или мдма, который все еще является запрещенным наркотиком в этой стране, но уже проводятся клинические испытания. В этом кампусе есть люди, проводящие экспериментальные исследования. Я не знаю о клинических испытаниях, но в университете Джона Хопкинса проводятся клинические испытания и так далее. Так что это обширная область, не так ли? Разная химия для разных лекарств и разных целей. Но логическое обоснование, насколько я понимаю, состоит в том, чтобы взять людей, страдающих зависимостью, и погрузить их в опыт, который также является химическим и экстремальным. Часто с экстремальным уровнем серотонина и или экстремального дофамина. Значит, мдма верна. Экстази, например. Выброшены тонны серотонина, выброшены тонны дофамина. Насколько нейротоксично, если нейротоксично, спорно, и так далее, и так далее. Сейчас это не тема. Но очень много. А затем каким-то образом этот экстремальный опыт оказался внутри поддерживаемой сети, независимо от того, есть там кто-то или нет, или они активно работают над чем-то. С пациентом предполагается вытеснить человека в жизнь, где употребление наркотиков не представляет такого большого интереса. Это нарушает на чисто рациональном уровне, это нарушает все, о чем мы говорили с точки зрения биологии дофамина. Это вызвало бы, если бы эта схема была такой, как я ее описал, еще большую зависимость. Это что угодно, только не дофаминовое голодание, это праздник дофамина. Так что мы слышим об успешных переходах через это, по крайней мере, анекдотически, и, возможно, о некоторых клинических исследованиях. Что происходит? Что происходит? Для меня это не имеет никакого смысла. Да, да, так что я думаю, это хорошо, что вы настроены скептически. Я думаю, мы все должны быть настроены скептически. Сказав, это есть клинические исследования, показывающие, вы знаете, и это небольшие исследования, и они непродолжительны, с небольшим количеством испытуемых. Но вы знаете, беря людей в качестве примера, которые пристрастились к алкоголю, а затем заставили их испытать это, скажем так, психоделическое переживание в очень контролируемой обстановке. Так что, либо, как правило, это высокая доза псилоцибина, либо три дозы, как я видел при исследовании карты МДМА. Верно. Экстази. Это что-то вроде. Кажется, что-то вроде. Да, типичное, верно. Это своего рода слеп с маслом для такого рода работы. Верно, верно. Но на самом деле следует иметь в виду, что это полностью переплетено с обычной психотерапией, и что это тщательно отобранные люди. В клинических испытаниях. Верно, верно. И это клинические испытания. Мы имеем в виду легальные клинические испытания. Верно, верно. И поэтому я думаю, что метафора, которая помогает мне думать об этом, заключается в том, что есть много путей на вершину горы. И это похоже на то, как если бы вы ехали на гондоле вместо того, чтобы подниматься пешком. Это вроде как вместо того, чтобы заниматься психоанализом в течение года, когда вы каждую неделю сидите на диване и размышляете о своей жизни. Это сокращенная версия психоанализа или психотерапии, плюс МДМА, который приводит вас туда быстрее. И создает интимность, по-видимому, из-за. Ну, я думаю, главное, что происходит, когда это приносит пользу, это то, что это просто позволяет человеку выйти за рамки собственной головы и взглянуть на свою жизнь гораздо шире, а также рассмотреть себя. Я не погрязла в банальных деталях своей жизни, а скорее как человек на большой планете Земля, в огромной Вселенной. Поэтому я думаю, что это нужно, когда это работает. Это трансформационный опыт, потому что он дает человеку другую призму, через которую он может взглянуть на свою жизнь. Что, я думаю, для некоторых людей позитивно и мощно, потому что они могут вернуться после этого и сказать, «О, Боже мой, я забочусь о своей семье, а я нет, я хочу для них X, Y или Z». И я понимаю, что мое продолжение употребления алкоголя не приведет к достижению этого. Так что это почти похоже на духовное или основанное на ценностях. Поэтому я думаю, что это может быть очень мощным. Но сказав это, я действительно отношусь к этому довольно скептически. Потому что, как вы знаете, зависимость – это хроническая проблема с рецидивами и ремиссиями. Мне трудно представить, что есть что-то, что работает очень быстро в краткосрочной перспективе, что будет работать при действительно длительной болезни. Да, двум моим знакомым наркоманам, которые проходили психотерапию с помощью мема в рамках этого мероприятия, обоим стало хуже. Да, но люди, которых я знаю, у которых была тяжелая травма, которые сделали это, которые использовали этот подход, похоже, чувствуют себя лучше. Хорошо, интересно. И поэтому я думаю, что дискуссия, как мы ее сейчас слышим, касается всего лишь психоделиков, которые представляют собой огромную категорию, включающую множество различных лекарств и соединений с различными эффектами. И мы слышим о травме и зависимости, сведенных воедино. И я думаю, что я разделитель, а не объединитель, как мы говорим в науке. И я думаю, что людям будет важно знать, что это определенно не универсальная вещь. Но похоже, что при определенных условиях она может быть полезна. Да, я так думаю. Я стараюсь быть очень непредубежденной в отношении его потенциальной полезности для определенных людей. Но я могу сказать вам в своей клинической работе, что является очень тревожным непреднамеренным следствием этого повествования. Так это то, что у меня есть много людей, которые ищут какого-то духовного пробуждения, которые самостоятельно. Не в контексте какой-либо терапевтической, психологической работы, микродозы или желание попробовать псилоцебин или МДМА с другом или где бы то ни было, чтобы они могли получить этот духовный опыт, который поможет им разобраться в своей жизни. Это катастрофа, и почти никогда ничего хорошего не получается. И у меня тогда были люди, которые буквально утверждали, что вы не можете пристраститься к психоделикам, потому что что-то с биохимией, которую я не до конца понимаю, потому что для меня это не имеет никакого смысла. Но у меня есть клинические пациенты, которые определенно пристрастились к МДМА, к микродозированию. Это меня очень беспокоит, потому что, знаете-ка, как изменить свое мнение Поллана. Я уважаю эту работу, но, с другой стороны, она проникла в культуру, книга Майкла Поллана. Да, да. А я его не знаю, и поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы занять определенную позицию. Поэтому я просто скажу, что моя позиция по этому поводу такова. Повествование популярных авторов может расширяться и исчезать так быстро, да. Что довольно скоро люди, по сути, берут свое психическое здоровье в свои руки. И я на самом деле с большим оптимизмом отношусь к этому бизнесу клинического применения психоделиков, в том числе МДМА. Мэтью Джонсон из университета Джона Хопкинса проделывает потрясающую работу над этим. И, конечно, есть и другие, но это контролируемые настройки. Верно, и фармакология настраивается. И я думаю, что скоро произойдет одна вещь. Недавно в таких крупных журналах, как Nature и Science, было опубликовано несколько статей и так далее, где есть ученые, которые удаляют галлюциногенные компоненты этих лекарств и обнаруживают, что они все еще обладают антидепрессивным действием. Интересно. Таким образом, переживания психоделика и долгосрочные эффекты психоделика на самом деле могут быть диссоциативными. И поэтому, опять же, я всегда стараюсь говорить, что я ни за что не против этого. Я просто думаю, что главное действовать осторожно. Я согласна с вами, и я могу просто сказать вам, что последующий эффект для среднестатистического человека, многие из которых присутствуют в нашей клинике, заключается в том, что они неправильно истолковали данные об употреблении психоделиков при психических расстройствах, к этой идее, что они в безопасности, или что любой может взять их при любых обстоятельствах и испытать такого рода пробуждение. А это не то, что показывают данные, верно? Данные — это строго контролируемые настройки, тщательно отобранные пациенты. Так что это меня беспокоит. Конечно. И в какой-то момент я собираюсь встретиться с Мэтью Джонсоном, и мы обсудим это. И я думаю, что этот уход и этот кокон реальной клинической помощи действительно кажутся важным компонентом. Да. Что же я рад, что мы смогли затронуть эту тему, и я уверен, что получу кучу комментариев, говорящих мне об этом. Но я думаю, что важно исследовать вещи со всех сторон, и это то, что мы делаем, как ученые. Да. И если Майкл Полон хочет поболтать, мы тоже можем это сделать. Это прекрасно. На самом деле мне очень понравилась книга. Да, да. Но я думаю, что у людей есть идеи. Это верно. Они не идут с ними, они бегут спрингом. Это правильно, правильно. Да. Есть еще пара вещей, которых я просто хочу коснуться, но все они связаны с социальными сетями. Хорошо. Вы были показаны в фильме «Социальная дилемма». Это был мощный фильм. Я думаю, что многие люди избегали смотреть этот фильм, потому что он отражает то, насколько мы все зависимы и насколько нами манипулируют. Да. Но похоже, это не сильно изменило поведение. Я должен сказать, что фильм изменил мое понимание и восприятие, но не слишком сильно мое поведение. Если мы посмотрим на зависимость как на неадаптивную вещь, нечто, что ухудшает нашу жизнь или делает нас менее функциональными на работе и в отношениях, я мог бы представить себе версию социальных сетей, где это делает меня более связанным. Я имею в виду, что это в конце концов подкаст. Да, да. Я выкладываю видео. Это будет показано на YouTube, а также некоторые его элементы в Instagram. Так же, как сахар или другие вещи, я должен представить, что нам нужно регулировать, а не обязательно устранять такое поведение. Поэтому я хочу поговорить о том, как это выглядит. И я хочу поговорить о том, что вы назвали нарциссической озабоченностью, которую создают социальные сети. Мы все гораздо острее осознаем, как мы выглядим, как мы звучим и как нас воспринимают, чем 10 лет назад. Верно. Итак, прежде всего, социальные сети. Насколько они увлекательны на самом деле? И что такое здоровое поведение в социальных сетях? Итак, первое сообщение, которое я хотела бы донести до вас о социальных сетях, заключается в том, что это действительно наркотик, и он создан для того, чтобы быть наркотиком. И это основано, вы знаете, на силе, количестве, разнообразии, бездонных опросах, лайках, способе их перечисления и всем этом. Это не значит, что мы не можем его использовать. Но нам нужно быть очень вдумчивыми в том, как мы его используем. Точно так же, как нам нужно быть вдумчивыми в том, как мы используем любой наркотик. Это означает, что мы планируем наше использование, намеренное заранее, не так ли? И пытаемся использовать его как действительно потрясающий инструмент для потенциальной связи с другими людьми, а не для того, чтобы быть использованными им или потеряться в нем. И, конечно же, вы знаете, что люди будут приходить с разной склонностью к зависимости от любого наркотика, и это относится и к социальным сетям. У некоторых людей не возникнет проблем с тем, чтобы использовать их в умеренных количествах или адаптивно. А другие люди сразу же втянутся в это. И главное в том, чтобы стать зависимым. Это то, что когда это происходит, никто из тех, кто становится зависимым, не думает, что он становится зависимым, верно. Давайте посмотрим правде в глаза. Это только постфактум. Что мы делаем? О чем это было? Вспомните текстовые сообщения и вождение автомобиля? Есть все эти книги о текстовых сообщениях и вождении, как это было ужасно. Да. Даже правительства в значительной степени сдались. Вы видите эти рекламные щиты, наводящие ужас. Типа не отправляй смс и не садись за руль, любое сообщение может подождать или что-то в этом роде. Не стоит того, чтобы за него умирать. Верно, верно. Но все пишут смс-ки и едут за рулем. Верно. И если вы посмотрите на сегодняшних молодых людей и подростков, я имею в виду, что они в основном кибернетически усовершенствованы, что телефон есть. Вы знаете, это похоже на то, что они разговаривают с вами и пишут 12 друзьям одновременно, и это невозможно остановить. Я имею в виду, что Джин вырвался из бутылки, куда мы не вернемся. Верно. Так что нам действительно нужно выяснить, как сделать этот инструмент чем-то таким, что принесет нам пользу и не навредит в конечном счете. И у меня нет ответов на все вопросы при любом напряжении воображения, но я думаю, вы знаете, что часть мудрости, которую мы извлекли из употребления других наркотиков, применимы и к социальным сетям. Это означает, что мы должны опять же установить барьеры, которые позволят нам сохранять контроль над нашим употреблением, что означает «не слишком много», «не слишком часто», «не слишком сильно». Как вы думаете, возвращаясь к этой идее о том, что единица дня – это хорошая, привлекательная единица, управляемая единицей времени для большинства людей. Так что вы говорите заранее, выделяя таким образом два часа, в течение которых вы собираетесь позволить себе это. Свободное пользование телефоном, всеми его приложениями и всеми его вещами, или даже более ограниченное, что означает «хорошо». Я буду позволять себе только 30 минут в день на посты и комментарии, а затем это будет полностью закрыто. Да, так что я думаю, это зависит от человека и от какой-то комбинации. Мы уже говорили ранее о том, что у вас зуд, и вы чешетесь по ночам. Мы дошли до того, что со смартфонами люди вытаскивают их, совершенно не осознавая этого, вытаскивают пару сообщений парочку. Они не знают, что делают это. У меня есть подруга, которая работает там, принимает роды, и многие беременные матери на самом деле не будут принимать роды без телефона в руке. А раньше эта рука была соединена с их супругом. Это может быть комментарием скорее к супругам, чем к телефону. Но похоже, что это своего рода защитное одеяло. Да, что-то вроде переходного объекта, да. На самом деле это напомнило мне, что вы упомянули телефон. Я думаю, что это телефон. Но возможно, это наша онлайн-персона или мы сами. Поскольку мы стали своего рода инфантильными в нашей потребности, это как ребенок и бутылочка. Верно, верно. И поэтому я действительно задаюсь вопросом, не регрессировали ли мы, и я действительно думаю, что мы немного регрессировали с точки зрения нашего поведения в интернете, нашей неспособности вести себя подобным образом. Я всегда думал, что взрослый это тот, кто может контролировать свое поведение. Да, в этом разница между ребенком и взрослым. Вам не нужно очень долго быть нейробиологом развития, чтобы понять, что молодой организм не может контролировать свое поведение, а взрослый может. Так что для меня зрелый организм, зрелый в годах организм, который не может контролировать свое поведение, это ребенок. Это незрелая версия самого себя. И есть неврология, подтверждающая это утверждение. Иногда я смотрю на свое собственное поведение с телефоном и думаю, я взрослый мужчина. В чем же здесь проблема, не так ли? Вы знаете, я не ем детское питание, но я веду себя с телефоном как ребенок. Хорошо в том смысле, что я рефлекторно беру его в руки. Я не поступаю с ним намеренно и обдуманно. Мне нужно полных 30 дней, Анна? Так что да, значит 30 дней вдали от моего телефона. Как вы знаете, это моя рекомендация, полные 30 дней на сброс настроек. Если вы сильно зависимы, я рекомендую эти 30 дней. Но если вы просто немного зависимы, как большинство из нас, вам, вероятно, не нужно 30 дней. На самом деле, одного дня было бы не только сложно, но и, вероятно, может быть достаточно. Мой телефон выключен на значительную часть дня. Хорошо, это здорово. И это сводит других людей с ума. Люди ожидают, что я отреагирую. Но мне все равно. Да, верно, верно. Я действительно не знаю. И я на самом деле получаю небольшое удовольствие от того факта, что ну, потому что я думаю, что мысль, которую я пытаюсь донести, правильная, а именно, что это подходит не только мне, но, например, почему я не вижу пункта о текстовых сообщениях. Или электронные письма, в которых говорится, что на них нужно ответить в течение х промежутка времени, иначе, иначе. Поэтому я беру на себя смелость ответить, когда смогу. Да, именно так. Или хотите это сделать? Верно, это касается одной из больших проблем, связанных с социальными сетями. Заключается в том, что по мере того, как все больше и больше из нас тратят все больше и больше времени на социальной сети, мы избавляемся от нашей лебедозной энергии и так далее, от взаимодействия в реальной жизни. Это значит, что даже когда мы хотим отказаться от подключения к интернету, мы выходим на улицу, а там никого нет, верно? Там больше никого нет. Поэтому я думаю, что наша коллективная задача, и это должно быть нашей миссией, состоит в том, чтобы убедиться, что мы сохраняем и поддерживаем автономные способы связи друг с другом. Ведь если мы этого не сделаем, то нам будет очень одиноко, верно, если бы мы не были в сети. Но если у вас есть племя людей, с которыми вы можете быть, ни один из которых не разговаривает по телефону, пока вы вместе в течение этого разумного промежутка времени, тогда это замечательно и освобождает, и никто не отвлекается. И я думаю, что это действительно ключ к разгадке. И я думаю, что молодые люди понимают это. Они пытаются создать эти пространства, или пытаются, скажем, вместо того, чтобы быстро принимать дофамин в одиночку, сделать это со своими друзьями, не так ли? Тогда фома меньше, страх пропустить что-то, потому что, о, вы все вместе быстро вырабатываете дофамин. Вот некоторые из трюков, которые мы можем придумать. Мне это нравится. Да, хорошо, хорошо. Мне это нравится. Я не разрешаю. У меня есть домашний тренажерный зал, и я люблю тренироваться. Я просто получаю от этого удовольствие и всегда получал его. И я больше не разрешаю пользоваться телефоном в своем спортзале. Верно. И я живу в районе, где у меня нет приема, примерно в двух метрах от моей двери. Так что все мои прогулки с собакой сейчас, это просто прогулки, и они были чертовски скучными. Да. У меня тоже есть бульдог, он не любит гулять. Он очень медленный. И какое-то время это было так скучно, да. Потому что я так привык отвечать на звонки во время прогулки, верно. И это очень эффективно, когда я это делаю. Прогулки сейчас одна из моих любимых частей дня, да, верно. Потому что, и если бы телефон, если бы мне позвонили по одному из них, или они привезли прием из этих районов, я был бы очень встревожен. Да, верно. Я могу это подтвердить. И я не думаю, что я телефонный наркоман, но я действительно прилагаю усилия к тому, чтобы регулировать свое поведение по телефону. Да, значит, это и есть ключ к разгадке. Вы должны с намерением, прежде чем оказаться в такой ситуации, подумать о буквальных физических и метакогнитивных барьерах, которые вы можете поставить между собой своим телефоном. Или каким бы ни был ваш наркотик, чтобы создать эти намеренные пространства. Там, где вы, по сути, не перебиваете себя постоянно и не отвлекаете. Потому что я действительно думаю, я думаю, что мы разговаривали как раз перед тем, как начать интервью. Мы теряем способность к длительному размышлению, не так ли? Я имею в виду, что мы зашли так далеко, а потом... Потом вы доходите до той точки в размышлениях, когда немного трудно понять, что будет дальше. И очень легко проверить свой телефон, или электронную почту, или посмотреть что-нибудь в интернете. И тогда у вас никогда не будет возможности закончить эту мысль, которая действительно является источником творческой энергии и оригинальной мысли, верно. Вы не просто реагируете на то, что на вас обрушивается. Верно и на то, что могло бы внести свой вклад в развитие мира. Совершенно верно. Я твердо верю в то, что вы либо потребляете, либо создаете. И я должен отметить, что это важно, я действительно верю в нейтральное время. Я думаю, что сон, это здорово. Я большой сторонник сна, и я много говорил об этом в подкасте, я очень забочусь о сне. И не только ради производительности. На самом деле я просто очень люблю спать. Я думаю, что быть постоянным потребителем визуальной информации и информации всех видов может быть проблемой. Но в интернете есть несколько действительно отличных источников информации. Да. И я, безусловно, извлекаю выгоду из того факта, что эти каналы существуют. Нарциссическая предварительная оккупация. Я нарцисс? Вы знаете, во-первых, это здорово. Или тот факт, что я спросила, выводит меня из себя? Разве нарцисс никогда не задал бы этот вопрос? О, да. Очень искушенный нарцисс. О, я понимаю. Знал бы, как это сделать. Но я не очень искушенная. Так что это здоровый нарциссизм, который означает, что мы все вкладываем свою личную энергию в то, что нам не безразлично. И если наша компетентность в этой области окажется под угрозой, мы все испытаем нарциссическую травму. И это нормально и здорово. Но мы живем в нарциссической культуре. Я имею в виду, что это не новость. Это озабоченность индивидуальными достижениями, индивидуальной самооценкой и индивидуальной уверенностью в себе. И я думаю, что все это просто подпитывается социальными сетями, где мы не просто видим самих себя, но и видим реакцию людей на себя. И каждая вещь, которую мы говорим или делаем, вы знаете, мы получаем лайки и то и это. Это действительно коварно, и я думаю, в конечном счете приводит к большому личному стыду. Потому что на самом деле мы не предназначены для того, чтобы быть личностями, мечущимися по Вселенной. Мы социальные животные. И мы, вероятно, в целом наиболее счастливы даже для прирожденных противоположностей среди нас, когда мы часть племени, не так ли? И если мы делаем слишком много, чтобы как бы отделить себя от этого племени, я думаю, что естественный инстинктивный корректирующий механизм мозга против этого — ненависть к себе и стыд. Знаете, это такая ирония судьбы, потому что культура говорит нам, что если мы просто добьемся большего, то будем нравиться себе больше. Но на самом деле правда в обратном. Я думаю, что когда люди достигают таких вершин личных достижений, вы знаете, у вас возникают такие вещи, как синдром самозванца или что-то в этом роде, вы знаете? Или вы просто «мы в Стэнфорде после многих отличников». Правильно, правильно. Некоторые феноменальные, удивительные люди, такие, как вы и другие мои коллеги, от которых я просто всегда испытываю благоговейный трип. Как будто это просто удивительно, как будто среднее значение сдвинуто так высоко. А также люди, у которых есть удивительные пути, чтобы попасть сюда, начиная с очень малого и достигая так многого. Но это также давление, да. Правильно. Вы знаете, как мне описали эту карьеру в тот день, когда я получил свою работу, один мой коллега, покойный Бен Баррис, сказал «добро пожаловать в шизофрению». Потому что вы никогда не сможете завершить что-либо без того, чтобы вас не прервали. Это было отчасти правдой, хотя я создал буферы. А другой, очень успешный ученый, член национальной академии и так далее, сказал мне «просто помните, что это пинбол». Вы никогда не выиграете. Лучшее, что вы можете сделать, это просто продолжать играть. Да, верно. И я подумал «Вау, хорошо». Хорошо. А потом вы просто уходите. Верно. Но я думаю, что по мере того, как мы достигаем большего, не только академики, конечно, но и каждый, кто достигает большего, получает удовольствие от достижения. Часто возникает желание большего, но есть и давление. Ну что же, теперь я должен заниматься этим в течение следующих 30 лет, хотя мне это нравится. Это давление, если гора такая высокая, то как мне добраться сюда? Сюда и часто возникает желание большего, но есть и давление. Ну что же, теперь я должен заниматься этим в течение следующих 30 лет, хотя мне это нравится. И это большая работа. Да. И я думаю, что восприятие успеха заключается в том, что слышен рев толпы, и вы путешествуете. Вы не путешествуете. Они просто дают вам больше работы. Верно. Или вы даете себе больше работы. Ну, я думаю, по крайней мере, по моему жизненному опыту, и я слышала это и от других людей, что это тот приз, к которому мы стремимся. И если мы его получим, то это будет очень неудовлетворительно. И это приз, который мы никогда себе не представляли, что мы вроде как попадем, как это случилось, но, боже мой, это здорово. И поэтому я очень рада, что это. Это похоже на мираж, да. В одном случае. Да. Похоже, что дофамин может создавать эти миражи. Да. Там есть какое-то место. Это верно. И если я просто скажу, то это тот горшок с золотом. Если я просто скажу, постоянный дофамин. Правильно, правильно, именно так. Постоянный дофамин. И я думаю, вы знаете, это действительно, я думаю, связано с нашей предыдущей дискуссией о том, чтобы делать это каждый день. Или обращать внимание на этот, знаете ли, 24-ховый период в вашем окружении. Я абсолютно очарована тем, как мы накапливаем успех, когда мы делаем это, совершенно независимо от желания добиться успеха. Это действительно ориентировано на процесс. Это похоже на то, где я сегодня нахожусь. Как я могу сделать сегодняшний день хорошим и значимым, немного лучше, или таким же хорошим, как некоторые другие дни, которые у меня были, постоянно совершенствуя и экспериментируя с этим экспериментом, который мы называем нашим человеческим существованием. И когда мы делаем это подлинно, уделяя внимание и руководствуясь ценностями, какими бы ни были наши, вы знаете ценности, очень-очень интересно, как эти дни снова накапливаются. И вы обнаруживаете, что хорошо. Я думаю, что внесла туда что-то ценное, но я не пыталась этого сделать. Вы знаете, я думаю, что это действительно так. Я имею в виду, что я так поражена, как, знаете, 20 лет назад, когда я поступила в медицинскую школу Стэнфорда. Или 25 лет назад. Вы знаете, я просто была счастлива просто быть хорошим врачом. Я подумала. Наверное, я просто попытаюсь понять, как стать хорошим врачом. Я здесь для того, чтобы научиться этому. И теперь я вижу этих студентов-медиков, и они замечательные. Они блестящие, и они такие, какие они есть. С благими намерениями и все такое. Но они спрашивают, как я могу, знаете ли, написать великий американский роман, создать свой стартап, поехать в Африку, подать заявку на этот грант. Вы знаете, это похоже на то, что на самом деле я просто пыталась научиться быть врачом. И это, как вы говорите, большое давление на них. И это также своего рода странный скачок по сравнению с реальным способом чего-то добиться. Верно. Это не значит, о, как я могу чего-то добиться. Это значит, что я могу сделать сегодня, чтобы быть полезной. Не так ли? А затем обнаружила, что попытка быть полезной, знаете ли, на самом деле нестремление к признанию иногда могут привести к тому, что люди называют успехом. Хотя это было не то, к чему вы стремились. И это тем прекраснее, когда это не то, к чему вы стремитесь. О, так намного лучше, так намного лучше. Да, я твердо верю в то, что когда человек может привести свое принуждение в соответствие с каким-то высшим благом. Да, верно. Служение человечеству планете или животным, что бы это ни было, вот тут-то и появляются действительно хорошие вещи. Потому что там много взаимности. Мир начинает меняться, вы поддерживаете мир, а затем он начинает поддерживать вас таким образом, что кажется очень подвижным. И это возвращается. Верно, я имею в виду, что это говорит о вас так же, как о вашей щедрости по отношению ко мне по отношению к моей книге. И я должна сказать, что же, я люблю эту книгу. Я знаю это. Это похоже на то, что мы не заключаем деловую сделку, ребята. Просто я просто слушал лекцию Анны на своем курсе. Я хотел узнать больше о дофамине. Она научила меня. Я спросил ее, не придет ли она на подкаст. Оказалось, что она написала эту удивительную книгу. Она прислала мне расширенный экземпляр книги. Я прочитал это одним махом, это невероятно. И мне это нравится. Так что точно так же, как восьмилетняя версия меня, а теперь сорока пятилетняя версия меня самого, я не могу перестать болтать о вещах, которые я люблю. Что же это здорово, но должна сказать, я была удивлена вашей щедростью. Это не то, с чем я часто сталкивалась в Стэнфорде, который является замечательным местом. Но есть общее ощущение, что если я отдам что-то кому-то другому, я что-то потеряю. А это неправильный способ думать об этом. Не так, как вы, а также не так устроен мир, потому что, когда мы отдаем другим людям, мы получаем взамен гораздо больше. Но на это уходит много времени, и это может не пройти по этому пути. Я никогда не думаю о взаимности. Но меня отучили от груди хорошие советчики. Это очень мило, да? Да. Я думаю, мне просто вбили в голову, что чем больше вы отдаете, тем лучше становится ваша непосредственная жизнь. Да, да. И у меня тоже нет долгосрочного видения. Я просто в восторге от этой книги. Я в восторге от того, что люди узнают о мозге и дофамине. Я должен признать, что выросший по сути в области неврологии, я не понимал, что удовольствие и боль были организованы так, как они есть. Сейчас я очень хорошо помню об этом. О, хорошо. И это изменило ряд моих моделей поведения. Я знаю, что у многих людей возникнут вопросы, и они захотят связаться с вами. Вас нет в социальных сетях. Это верно, да. Вы верны своей идеологии. Это здорово. И причина этого как раз в том, что я не смогла бы себя контролировать. Я имею в виду, что это действительно было бы моим наркотиком. Люди – это мой наркотик. Близость – это мой наркотик. И я не смогла бы с этим справиться. И поэтому просто мне было проще не делать этого вообще, чем пытаться умерить его. Ну что же, в книге, как вы уже упоминали, и как я могу засвидетельствовать, есть определенная интимность. Люди узнают вас через книгу, так что обязательно ознакомьтесь с книгой. Если у вас есть вопросы по поводу книги и так далее, пожалуйста, присылайте их мне. Я избавлю вас от всех этих вопросов. Я отфильтрую их. Анна, доктор Лембке, я должен быть формальным, простите меня, я имел в виду вас, нет-нет, все в порядке. Как Анна на протяжении всего пути, ведь мы коллеги, но большое вам спасибо за то, что поделились этой информацией. И я знаю, что многому научился. И я знаю, что все остальные узнают гораздо больше о зависимости и о положительных сторонах дофамина. Совершенно верно. Спасибо, что пригласили меня. Было очень-очень здорово поговорить с вами. Отлично, спасибо вам. Спасибо, что присоединились ко мне для обсуждения с доктором Анной Лембке. Я надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с ее новой книгой «Нация дофамина. Поиск баланса в эпоху потворства своим желаниям». Вы можете сделать предварительный заказ на Amazon или в любых других местах, где продаются книги. Это абсолютно увлекательное и увлекательное чтение, все о зависимости и дофамине. Если вы чему-то учитесь или наслаждаетесь этим подкастом, пожалуйста, следите за нами на YouTube, подписавшись на канал Лаборатории Губермана. Кроме того, вы можете подписаться на подкаст на Apple и Spotify, а на Apple у вас есть возможность оставить нам пятизвездочный отзыв. Если у вас есть комментарии или предложения по темам для будущих подкастов, пожалуйста, разместите их в разделе комментариев под этим эпизодом на YouTube. Кроме того, у нас есть Patreon. Это patreon.com.com. И там вы можете поддержать нас на любом уровне, который вам нравится. Пожалуйста, также ознакомьтесь с нашими спонсорами, о которых мы упоминали в начале эпизода. Это потрясающий способ поддержать наш подкаст и нашу способность продолжать предоставлять вам информацию о науке и связанных с наукой инструментах с нулевыми затратами для потребителей. И последнее, но не менее важное, спасибо вам за ваш интерес к науке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok